Северо-северо-северо-актуален. И на тот момент уже пасека разрослась, это было 69 семей, это порядка полутора-двух тонн мёда в год, который, естественно, не будет принимать когда-то через мучеловод. Ну, то есть, потому что мучеловод, он работает 9 месяцев в году, или же 3 месяца у него там есть на работу, более-менее подготовку или ещё что-то. Соответственно, была проблема, была пасека, была умирающая деревня, и ещё одна проблема была еменью мёд. Ну, меня тебя тошнит, потому что когда у тебя есть дедушка и папа у чего-то, и тебе, в общем, от него плохо. И как-то в определённый момент мы решили, а что ж такого надо сделать, чтобы я навсегда смогла есть. В общем, технология нашлась очень быстро, это всё гуглится на двух языках, и всё очень быстро находится. Это я опять же говорю, тем, кто захочет, нужно сделать то же самое. В общем, это несложно, это можно найти в интернете. Собственно, технология представляет собой технологию взбивания мёда. То есть, мёд взбивается в специальных машинах на низких температурах. Потом туда добавляются следом сушёные ягодки, которые как раз собирают бабушки. Бабушки наши же и сезонные работники, это большая часть. Вот. Собственно, в этом, наверное, и состоит самое главное социальное, что все мои работники, которые есть, которые сейчас работают в построенных цехах, это всё бабушки, дедушек, конечно, гораздо меньше, просто там, потому что примерно такой же гендерный работник у нас сегодня. Собственно, потом это всё фасуется, подкрутся в коробки и отправляются уже на Москву склад, потому что, поскольку я живу в Москве, я понимаю, как это продавать, как это продвигать и так далее, и так далее. Для сравнения я покажу, когда мы начинаем, у нас было всего лишь 4 сборщика ягод, и 3 человека постоянно работали на производстве. То есть, в конце 2015 года у нас сейчас уже, у нас не 5, а 6 человек постоянно работают в цехах. Соответственно, в прошлом году было 23 человека сезонных сборщиков. Но мой прогноз уже вырос, слайд староват. Я ожидаю, что где-то 35-40 человек этим летом будут собирать для нас ягодки. Мне бы очень хотелось, и я надеюсь, что мы запахнёмся, с Архангельской областью, и там тоже будет маленькое производство, которое будет изготавливать именно ягодки Ленос. Ну, то есть, будет тоже собрать бабушке ягодки, и вот как раз мы ведём переговоры о том, чтобы мы инвестировали оборудование в маленьких ангельских социальных предпринимателей. Посмотрим, что из этого уже. Вот, собственно, моя бабушка, ей 84 года. В общем, она там всех гоняет в цехи, и с женщиной они немножко не остроляются, потому что это ребенок войны, ребенок очень отхористанный, который каждые 10 минут будет проверять, курят мужики или дальше работают свою работу, к которой им положено. В общем, бывает иногда некоторая напряжённость, но так или иначе, она очень важная часть нашего производства, я могу сказать, душа нашего производства. Очень бы мне хотелось сказать вам про слово «кроудфандинг». Вопрос. Кто знает, что такое круудфандинг? Вот это вот не считать? Или не считать? В общем, слово «кроудфандинг» — оно неотъемлемая часть брендинга, хорошего стори-теллинга и продвижения вашей истории в народ, если вы знаете, как этот инструмент использовать. У меня три успешных проекта на платформе «Констартер». Первый проект мы запустили в конце 2013 года, в начале 2014 года, и, собственно, мы сказали, что нам нужно 150 тысяч рублей на то, чтобы купить четыре сушенки для ягод, чтобы это устроить наших бабушек, соответственно, на следующее лето. К нашему удивлению, видите, что мы собрали 300% от ресурсов, которые заявили. Я никак не ожидала, что это вызовет такое огромное общество, и спасибо там «Газета Большой Город» за три дня назад написала в этом проекте и сказала, ребята, посмотрите, ведь кто-то делает и не кричит, что в деревне все плохо. Собственно, наверное, это самое важное, что для социального предпринимателя на что нужно обращать внимание. Все мы так или иначе пытаемся решить какую-то проблему, которая нас не устраивает. Но, опять же, очень часто многие акцентируют внимание на самой проблеме и говорят, что ребята, плохо, жалко, что делать. Но наша самая главная задача – акцентировать внимание на том, как ее решить, а не на том, как все плохо. Как раз мы постарались дать людям понимание того, что ребята, да, все плохо. Но вот, пожалуйста, есть простое решение, как мы можем сегодня этим бабушкам помочь. В конце концов, для бабушек даже не столько важны деньги, которые, естественно, мы им тоже платим, насколько им важно ощущение своей собственной нужности. Потому что там много стариков, у которых есть внуки, которые к ним не приезжают, которые… Ну, то есть они просто живут в одиночестве. То есть когда я в эту деревню приезжала, и мы еще ничего не делали, ты мог прийти к одной соседке и прийти и спросить, Илья, а как дела там у честники, которые зовут Фаихона? Она говорит, я не знаю. Я говорю, как ты не знаешь? У вас 15 домов в деревне, там, ну, километр максимум. Почему? Она говорит, ну, я не знаю, я дома сижу, телевизор смотрю, ничего не делаю. То есть люди в деревнях сегодня живут за своим забором. Это, пожалуй, самое страшное. Они живут с телевизором и за своим забором. То есть они не общаются. Хотя, опять же, вся эта деревня вместе в одном колхозе работала 25-30 лет назад. То есть они все дружили, общались, они с полгубами, отмечали, гуляли и так далее, и так далее. То есть они жили. А сейчас они как будто сами себя законсервировали. Ну вот по прошествии как раз 3 года в этом году будет. Могу честно сказать, бабушки у меня теперь вместе гуляют после работы. И для меня это, наверное, самый большой показатель того, что значит, айсберг тронулся потихонечку. В общем, второй проект мы запускали, краудфандинговый, и он был буквально через полгода после первого проекта. Мы поняли, что окей, если мы перенабрали денег, самый главный вопрос в том, ребята говорят, а куда вы денете лишнее? Вы, наверное, их потратите, купите себе что-нибудь полезное. Мы сказали, нет, мы ничего не купим, мы построим цех. Вот, соответственно, на эти нужды мы запустили свой второй краудфандинг. Я, кстати, такая глупая, что я не сказала вообще в чем суть краудфандинга. Люди дают тебе деньги, а ты им даешь что-то взамен. То есть мы сказали, ребята, вот у нас есть вот такая, идея, предлагаем вам поддержать нас рублем, взамен мы вам даем мед с ягодками или травяной чай с ягодками, неважно что-то, да? При этом вы сами выбираете, какая сумма вам не подходит. Соответственно, люди получали мед, вы получали деньги, которые мы использовали дальше. Но, опять же, в краудфандинге самое главное не деньги, самое главное о том, какой эффект это создаст на вашу потенциальную аудиторию, то есть то, насколько громко вы заявите о себе. Поэтому, если ваш проект социальный, подумайте про слово в начале, когда мы отсылали пресс-релизе, нам напрямую говорили, давайте денег, мы говорили, какие деньги. Ребята, мы вообще про свет, про большое, про будущее, чтобы, в конце концов, наше старшее поколение могло отдать опыт младшим, нужно его сохранить. И, ну, как бы, сделать определенный мостик и связать. Но сейчас уже понятно, что, когда я прихожу к прессу, и говорю, ребята, вот мы будем делать то-то, 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 естественно, все уже выслушивают и говорят, конечно, с радостью, чем сможем, тем поможем. Мы построили первый цех, а потом мы поняли, что нам его не хватает. В общем, все это между собой связано. Я сейчас потом начну показывать видео по порядку, вы немножко поймете, как это все растет. Я просто показываю, чтобы было понятной суммы, ссылок. В 15-м году мы запустили свой третий кайлдфандинг. Мы сказали, что нам нужен миллион рублей на то, чтобы построить вторую часть цеха, чтобы трудно устроить еще больше людей, чтобы противостоязвить. Соответственно, мы эти деньги собрали, собрали почти миллион триста. Вот. В общей сложности у нас на сегодняшний день порядка двух тысяч спонсоров. Это люди из 120 городов России. Это неимоверно круто. Общаться с каждым из них, потому что большую часть работы я всегда делаю сама, и очень много спонсоров. Я вижу лично, это очень важно для понимания того, кто вообще все эти люди. Потому что очень часто, когда у нас колено меня смотрят, говорят, ой, наверное, это малолетние хипстеры поддерживают эту девочку. Я все время смеюсь, потому что люди, они совсем не понимают, что внешность, она очень обманчивая. На самом деле, мои спонсоры, это люди уже 25+, которые много путешествуют, которые мне это приведено, чтобы не доходиться, совсем не хипстеры. Вот. Может быть, я так выгляжу, как ребенок, поэтому у нас, в общем-то, есть такое некоторое восприятие. Можешь помочь мне, пожалуйста, включить сейчас видео? А, Туна? А звук есть? Есть. Класс. Я сейчас вам покажу видео со всех краудфандингов. Это тоже важно. Это видео, которое вы будете, опять же, даже если вы будете сейчас подавать заявки на Social Impact Web. Это тоже очень важно, потому что мы когда подавали заявку, мы подавали видео с краудфандинга. То есть, это должен быть краткий, первое, это должен быть краткий рассказ о проекте, о себе, чем вы занимаетесь, соответственно, может быть какой-то призыв. Все эти видео сняты для краудфандинга. Были, внимание, первые два сняты на iPhone. От нашего дома-то сосняк маленький, видать. А здесь саречка была. Там, вот, и оттуда видят карида, карида, китая. Здравствуйте, я Равиль. Я производитель крем-мена Сегары, которые, возможно, сейчас кушают. В моей пасеке 69 семей. Пришла пора убирать чел на сегодняшний день. Сезон будет загрязн. Начнем готовиться к следующему. Пасека держится на голову судья. Похода не длиносит. Зато кормит приходящих работников. Это единственное хозяйство, которое дает работу жителям, выбирающихся. В этом году мы создали крем-мена Сегары. Для этого, в принципе, Германия была. Отключали светлые. И собрали яжи. На будущий год мы хотим пригласить, как можно, большую женщину делегнуть для работы на пасеке и сбора яжи. Для переработки урожая. Там на месте это мой папа. Я говорю, папа, рано или поздно придет время, когда ты должен будешь делегировать свою работу. Кто будет вместо тебя? Я из Москвы. Начинайте свою историю рассказывать. Очень зачастую у вас нет никакого бюджета, чтобы ее рассказывать. То есть, когда мы дожили до третьего проекта, я уже понимала, что рано или поздно начинаешь понимать, кто твоя целевая аудитория. Ты начинаешь понимать, как правильно им в голову вложить свой посыл. Как правило, это 2-3 минуты видео, которые ты можешь снять, но опять же, все стоит денег. Третье видео, как раз я уже возила съемочную команду. То есть, мы приезжали из Москвы. То есть, это уже были профессионалы своего дела, которые нам это... которые помогали. И то есть, проект, который мы сделали на миллион рублей, понятно, что если у тебя нет бюджета, зачастую ты не сделаешь без бюджета такую сумму. К сожалению, так сил, чтобы у тебя получилось что-то дельное и стоящее. Эти очки, честно скажу, мои друзья, которые занимаются очками дизайнерскими, они специально послали. Но она в них ходит. А в городе все бегут бюджета, все кругом, пыль, шум. Привет. Меня зовут Гузей. Наверное, вы уже слышали о нашей невероятной истории. На базе семейной пасеки мы создали производство кремеда с ягодками и трудоустраивали жителей деревушки Нового Турышного района. Благодаря тысяче спонсоров мы построили цепь и закупили оборудование. В деревне появились первые постоянные рабочие. Как раз галия, которая избавлялась от коровы, она теперь работает, ну, бригадир, что ли, у нас в цехе. При ходе весны мы придумали новый полезный и вкусный продукт. Его основа составляет натуральный взбитый мёд с нашей пасеки. Следом туда добавлены подсушенные ягодки, специи и травы. Этим летом мы планируем построить второе помещение церков, где будет производиться новый продукт и организована приёмка ягод у сезонных работников. Мы ожидаем, что 30-40 человек будут собирать ягодки для нашего производства. Это как раз печка в гостевом домике. Там можно топить пироги, печь. Поддержать нас вы можете купить баночку медового муса с ягодками для близкого человека. Вы выбрали любое вознаграждение, представленное в списке на экране справа. Давайте сегодня вместе строить будущее нашей страны. И теперь мы не приходим сами. Вот, собственно, это последнее видео. Да? Последнее веселее, да? Да. Ну, хорошо. Которая была та, которую мы уже вели. Бабушка вообще. Бабушка, да? Прекрасная? Хипмейкер. Она настоящая. А вы знаете, самое забавное, когда мы начинали этот проект, я всегда на свою бабушку другими глазами смотрела. Сейчас я понимаю, что когда к нам приезжает телевидение, то есть она у меня дома опытная. То есть у нас были и Первые каналы, и Россия, и НТВ, и все, все кто угодно. То есть вот в эту глушь приезжает периодически телевидение, которое говорит, мы хотим вашу настоящую бабушку. Бабушка, естественно, она в этот день, она принаряжается только-то, значит. Как только приходят корреспонденты, она вот так вот за руку хватает и ее начинает. То есть она им два часа что-то несет, несет. То есть она реально профессионально уже работает на камеру. Вот это меня очень сильно удивило. То есть я никогда не могла подумать, что в 84 года она так, ну то есть она действительно расцвела, казалось бы, потому что вот когда я начала этим всем заниматься, как бы бабушка как раз, она очень сильно сдала. Ну то есть она очень сильно похудела, она сейчас весит 32 килограмма, то есть она совсем маленькая, то есть она вот такая вот, то есть это прям вот такой вот ребеночек. И то есть когда я на нее смотрела, я понимала, что ну наверное возраст берет свое, опять же, но я понимала, что ей нечего делать. То есть у нее это краснофимские квартиры, это 30 километров от этой деревни. Вот, но она никак не понимала, ну что ей делать в деревне, где у зятя получается, да, это получается, это бабушка мама моей мамы, вот где у зятя, соответственно, пасека. что же там делать, ну, то есть там вроде как мужик, пчелы, ну, и непонятно, да, а когда организовала все это с производством, мы ее очень аккуратно встроили, сказали, бабушка, ты за всем должна смотреть, и поэтому, когда у меня папа приезжает, ну, из деревни уедет на пару дней, возвращается, и он смотрит на всех работников, у них у всех вот такие вот шары, зато бабушка к нему подходит с амбарной книгой и отчитывается, то есть ее никто не просит о том, но она реально, у нее по минутам записано все, кто что делал, кто сколько раз курил, но при этом, понимаете, то есть когда я приезжаю, она говорит, ой, глаза болят, то у нее просто, почему она ходит в очках, у нее операция на два глаза была, у нее катаракта, то есть у нее один глаз практически не видит, но при этом она говорит, ой, глаза болят, ничего не вижу, за стол садишься, она начинает там конфетку разворачивать, то есть вот на конфетке не все из нас увидят, что написано состав, а она мне состав читает с конфетки, то есть у нее традиция такая, то есть она его наизусть точно не знает, но она читает, Я говорю, бабушка, ты, значит, все не так плохо, говорю, просто ты, наверное, привыкла говорить, что глаза болят и все плохо. На самом-то деле, ты же видишь, читаешь, она говорит, ну да, баба. В общем, самое главное, прежде чем заниматься социальным проектом и подумать о том, что вы хотите сделать, оцените свои возможности. Подумайте, есть ли у вас какой-то бюджет, хотя бы даже самый минимальный, хотя бы бюджет на то, чтобы жить завтра и не думать об этих деньгах. Оцените свое время, потому что с тех пор, как я начала заниматься медом, когда-то у меня были бабочки, но они не отнимали у меня много времени. То есть это нормальная московская зарпата, ты там что-то сделал, магазин отгрузил и забыл. А сейчас я понимаю, что 95% моего времени теперь занимает мой социальный проект, мед, бабочки, они где-то живут отдельно. Но я понимаю, что мне уже, к сожалению или к счастью, мне стало неинтересно ими заниматься, потому что бабочки так или иначе это блажь. Ты купил подарок, одел, ну как бы вот, они сделаны для того, чтобы просто зарабатывать деньги. А история с медом, она такая, что, а, да, ты зарабатываешь деньги, но ты думаешь о том, как эти деньги дальше потратить, чтобы была какая-то польза. То есть у меда нет глобальной цели, не знаю, построить мне квартиру в Москве или еще что-то такое, да. Но так или иначе, мне бы очень хотелось, чтобы через 10-15 лет это был такой проект, на который все будут показывать пальцем и говорить, смотрите, но это же производство, которое все вместе люди сделали. То есть сейчас по факту так и получается. Вот, например, в июне мы собираемся, вот где вот эта разрушенная мечеть, перед ней есть большая-большая площадка, мы собираемся построить там детскую площадку. Ну, то есть мы полтора года добивались выделения земли нашей государственной власти. Как оказалось, полтора года все мои заявления складывали в стол, ничего не происходило. В какой-то момент как-то так повезло, что заммэра этого города мне написала, что, Гузель, как же так, ваша известная такая история, а мы-то сидим в городе Краснофимске, ничего не знаем, давайте вы придете с нашим мэром знакомиться. Я перед тем, как знакомиться с мэром, заехала в местный сельсовет и говорю, слушайте, ребята, полтора года прошло, говорю, вот-вот у меня где, я говорю, вот послезавтра улетаю, я поеду вашу проблему решать в Москву. Мне, говорю, наплевать, как она до вас докатится, вот мне, говорю, уже терять нечего. Столько заявлений, говорю, я своим спонсорам обещала, что мы построим детскую площадку. В конце концов, в деревне семь детей, а дети растут. Если хотя бы один ребенок с этой детской площадки выйдет нормальным ребенком и будет играть не на обочине дороги, то наша миссия, она уже будет выполнена. Потому что, ну, у детей нет всех благ, которые есть у наших детей в городе. Значит, нужно им просто создать, ну, и объяснить по-другому, чтобы они не ориентировались, например, своего папа алкоголика, который машины угоняет, ну, как бы у тех же, у кого пьет, да, а смотрели, как можно жить по-другому, в конце концов. И, в общем-то, я поехала к этому мэру, говорю, знаете, у нас такая проблема, вот, говорю, три заявления, вот фотографии, вот даты, говорю, все написано, ничего не происходит. Я говорю, все, надоело, пойду, говорю, Госдума, Совет Федерации, Народный фронт, куда угодно, говорю, я в Москве быстро допинаю. Говорю, найду куда. Он говорит, нет, подождите, а как это так? Я говорю, ну, вот, говорю, есть проблема. Он говорит, ну, что вы, что вы, давайте, ну, не будем, не надо никаких конфликтов, один звонок. Ну, то есть, мэр города звонит главе района, и все решается прямо вот так. И это очень забавно и показательно. Просто, когда ты набираешь определенный вес, ну, даже вес этот, на самом деле, он просто в публикациях в интернете. То есть, они же тоже умеют гуглить и понимают, что, ага, невозможно, непонятно, что ожидать от этой маленькой девочки, а вдруг и правда, вдруг и правда она зайдет и в Госдуму, и везде. На нас же такой снежный ком прикатится в район, у нас так денег нет, ну, отбудет-то вообще. Ну, и, в общем, слава богу, сейчас эта проблема решается, то есть, землю нам выделяют в июне, я надеюсь, что мы все построим и все сделаем. Вот, но дальше у нас другая затея, опять же, с общением с нашими властями, потому что в деревне, вот, единственный колодец, который во всех видео я показывала, это единственный колодец, воды больше нет. Колодец этот старше моей бабушки, то есть, ему примерно под сотню, он не глубокий, вода пересыхает, когда жара, естественно, вся деревня ходит к скважину нам, вот, ну, на производстве, у нас везде своя скважина, свое воздоснабжение, то есть, все люди ходят пить воду к нам. Вот, соответственно, вопрос воды никто на государственном уровне решать не хочет, хотя это, вообще-то, обязанность государства, по сути, потому что у человека должен быть источник воды, неважно, где ты живешь, да? Мало того, что этот источник воды должен контролироваться, должны браться пробы и так далее, и так далее, естественно, ничего не происходит. И я, соответственно, с мэром разговаривала, и потом ходила в администрацию района, сказала, ребята, ну, готовьте второй участок земли, у вас тут земли полно, она вся заросшая, никому не нужная. Говорю, нам вот надо сделать воду. Они побледнели в лице, говорят, как воду? Я говорю, ну, сделаем, говорю, скважину сделаем, говорю, на баланс возьмете, говорю, пробуй, да давайте я буду оплачивать раз в полгода или когда-то мыть и пробуй, говорю, только возьмите на баланс. То есть, они все бледнеют и говорят, а вдруг что не так? Я говорю, ну, что может быть не так? У нас нет никаких производств загрязняющих, ну что? То есть, мы сделаем скважину полглубже, все будет работать. У нас же она 10 лет работает, проблем никаких нет. И они вот все вздыхают. И непонятно, то ли они вздыхают, потому что боятся, потому что ты приходишь в эту систему, в которой они привыкли жить, да, то есть они живут, они смотрят только прямо. Приходит какой-то человек сбоку и говорит, ребята, снимите свою шору, нам от вас денег не надо, дайте нам возможность. И они всячески начинают упираться и не давать тебе эту возможность. Вот это для меня очень сильно показательно. А вы им лишнюю работу прибавляете? Я как раз им не прибавляю вообще никакой работы, я им прибавляю только бонусы в карму, потому что выборы в этом году. У них другого слова нет. У них все отлично есть, выборы в этом году, поэтому моя самая была задача успеть в этом году это сделать. Да, пожалуйста. Когда я пришла к мэру города, я так и сказала, знаете, говорю, откройте шоры, мир давно изменился. На что дяденька немножко поперхнулся, потому что это поколение моего папы примерно, человек он там 53-55 лет. Но тут какая позиция была? Они меня сами пригласили, они меня сами попросили рассказать молодым предпринимателям города Краснофимска, это 40+, да, о том, как нынче бизнес делается. Я очень сильно смеялась и сказала, ну ладно, я, конечно, смогу, говорю, но вы вообще никого не соберете, говорю, вообще это гиблое дело, слово крут, файнер, да вы что, о чем вы? На пятницу вечер, когда никого в Москве в жизни не соберешь, мне пришло 50 человек. Реально. То есть это было от 18 до 60, то есть не только 40+, и люди задавали, самое главное, адекватные вопросы, то есть они действительно разбираются с интернетом, порядок, то есть, ну, то есть это нормальное думающее население. Это, опять же, был мой стереотип, да, что мне, как сказать, может быть, я недооценивала общество, которое там есть, а сегодня я понимаю, что оно вполне себе активное, и сегодня я понимаю, что если мы сейчас на местах, в маленьких городах и в маленьких деревнях запускаем процесс изменений и заставляем наши государственные власти такими вот методами, я ничего не прошу, я прошу дать возможность, я не прошу денег, ничего не прошу, я готова оплатить, дайте возможность. Я заставляю их сегодня работать, и для них это не свойственно, они не понимают, как это так, по какому праву, она вроде как нас работать заставляет, но при этом ты им говоришь, ребят, я с вас ничего не прошу, если вы не хотите так, пойдем по-другому. И естественно у них начинается абсолютный разрыв шаблона, и то есть я понимаю, что чем больше таких, как я сегодня будет, чем больше каждый будет спрашивать с них работу, и может быть даже не просить ничего, просто спрашивать о том, а делаете ли вы, тем быстрее у нас все будет хорошо. То есть я сейчас чем больше езжу, чем больше замечаю, что это очень забавная тенденция, нам надо 10-15 лет. 10-15 лет на то, чтобы вот такие маленькие социальные предприниматели стали нормальной, адекватной прослойкой между государством, которое должно выполнять свои социальные функции, но не выполняет, потому что там миллион причин, и между обществом. Ну то есть сегодня мы вообще на самом деле в очень интересном периоде построения гражданского общества, мы все с вами, оно есть. И на примере своих спонсоров я понимаю, что у нас вообще все будет хорошо. То есть когда все в Москве сидят и говорят все злые, это вообще неправда. То есть люди сегодня готовы объединяться, и самое главное объяснить людям и показать, вокруг чего нужно объединяться. Не вокруг проблемы, объединяться нужно вокруг решения. И то есть на своем примере я понимаю, что да, я предложила решение, да, люди объединились, и самое главное, люди готовы объединяться дальше. Поэтому когда за тобой стоит уже много тысяч людей, ты приходишь, и ты спокойно говоришь мэру, да, вы живете с шорами, да, но если вы не хотите, значит, ну вот у меня есть 2000 человек, значит, мы с ними сами как-то решим эту проблему. А когда ты говоришь людям, что у тебя есть 2000 человек из 120 городов России, у них тоже рвется с облом, потому что они не понимают, как это. На самом деле слово краудфандинг довольно легкое, если его понять, то это на самом деле очень крутой социальный капитал. Помимо того, что это деньги, да, это очень крутой капитал, и люди, которые тебя поддержали, они начинают рассказывать друг другу о твоем проекте. Ведь самое главное, в конце концов, для социального предпринимателя сделать так, чтобы о вас говорили друг другу на ухо, чтобы о вас рассказывали в кафе. То есть это самая главная цель, посредством, ну как бы краудфандинг, я сегодня вижу наиболее таким прямым средством, как это сделать легко. Вот, немножко еще скажу про краудфандинг. Когда я все это запускала, мне никто не объяснял, не говорил, как сделать это правильно. Мне никто не показывал, где ты можешь ошибиться, и как это нужно сделать. Сегодня все площадки учат, везде есть вебинары, везде есть курсы, и на планете, и на бумстартере. Вы можете со всем этим ознакомиться, и они, по крайней мере, конвуй схематично расскажут, как построить свой проект правильно, чтобы он был известен максимальному количеству людей. А дальше это уже дело техники. Самый важный вопрос, который я бы хотела еще с вами обсудить, подумайте, пожалуйста, над вашей целевой аудиторией. То есть это касается не только краудфандинга, это касается любого сервиса, любой услуги, любого продукта, который вы делаете. Потому что чем уже вы будете поднимать свою целевую аудиторию, тем легче вам будет продать свою услугу, тем легче вам будет продать свой продукт. В конце концов, так или иначе, в социальном предпринимательстве важно слово не социальное, а важно слово предприниматель. Если вы будете финансово устойчивы, то, соответственно, вы можете без проблем тянуть всю свою социальную ответственность и придумывать все новые и новые сферы, как это дело развивать. Поэтому, опять же, я говорила про хипстеров, подумайте на моем примере, кто они, ваши клиенты. Потому что, например, мы как раз с Яниной Урусовой, которая делает проект Акрополь, который занимается проболевами слепых и так далее, и так далее. Если вы погуглите, опять же, найдете у нее безумный, интересный пул проектов. Они сейчас планируют запускать краудфандинг на планете, и они будут шить, в общем, у них производство, они хотят пошить специальную форму для паралимпийской сборной. Я думаю, что это с тобой тоже немножко связано, может быть, ты слышал где-то краем глаза, нет? Ну, в общем, сам факт, что у них даже есть уже заказ, внимание, от сборной Бразилии, на пошив сборной, ну, как бы, формы для паралимпийцев, не от ВОСКО, не от России, а от Бразилии. И вот они как раз будут сейчас этот проект запускать, и я им объясняла про целевую аудиторию. Так или иначе, когда ты что-то продвигаешь и что-то продаешь, да, есть определенное правило, которое у меня еще научили в МГУ, оно может быть немножко жесткое, и может быть оно не для записи, но лучше всего продают, извините, но сиськи, письки, пауки. Вот, соответственно, когда ты продаешь проект и говоришь, что ты будешь шить форму для паралимпийцев, ты можешь говорить о том, как нам их жалко, да? Но я первое, что я сказала, и не нюрусовая, я говорю, а ты не пробовала сделать фотосъемку нюнф и рассказать людям вообще-то, что у людей с ограниченными возможностями в конце концов тоже есть секс, они тоже умеют и хотят иметь детей. Ну, то есть нужно затрагивать и рассказывать каких-то таких вещах, которые для нашего обычного общества кажутся табуированными так или иначе, да, но о них говорить нужно а, с целью просвещения, б, с целью привлечения внимания. То есть чем интереснее и чем, так сказать, необычнее будет эта зацепка, потом об этом кто-то вспомнит. Ну, то есть так или иначе, на своем примере я понимаю, что с моими бабушками о таких темах очень странно говорить, да, но мы на третьем краудфандинге мы сделали серию пеноп-открыток, я потом тоже покажу. Мы просто сели и помечтали, чего в деревне не хватает. Ну, то есть я смотря на свою папу, которому 53 года, у него, в общем-то, еще все в порядке и хочется жить, а моя мама работает на Скоро в Екатеринбурге и ездит только наездами, я понимаю, что ему очень сильно тяжело в деревне-то вообще-то с бабушками. Вот, и я ему сказала, что папа, сейчас вот я вам покажу быстренько, вот она, серия открыток. То есть мы просто помечтали и подумали о том, что нам не хватает в деревне молодых девушек и вообще молодежи, потому что в деревне, ну, ты точно так же, когда доуезжаешь, особенно после Москвы, я приезжаю в деревню, первые два дня я отсыпаюсь, а потом, извините, я просыпаюсь и понимаю, блин, я больше ни о чем не могу думать. Потому что свежий воздух, потому что работа у тебя три шага от дома, а что дальше, да? И ты понимаешь, что вот такие картины, они нужны обществу сегодня. Меня за это очень много, мне даже писали, что я не читаю Коран и не уважаю Евангелие, вообще я пошляю своих бабушек, и как так можно? И я сказала, ребят, вы что, вообще-то вот это продолжение рода, чтобы наши бабушки не остались одни, так или иначе, да? Опять же, я об этом всем рассказываю, знаете, зачем? Вот эти открытки, догадайтесь, для кого они были сделаны. Моя целевая аудитория, это в основном женщины, 75-80% всех моих спонсоров, это женщины. А понимаете, что мужчины, это очень платежеспособная аудитория, но ты не знаешь никогда, как их привлечь. Мужчины, они более жесткие, они завоеватели, они не созидают, созидают в нашем государстве женщины. Мне было важно чем-то зацепить мужчин. Пусть это может быть довольно пошлый способ, но таким образом мы определенный поток мужской аудитории привлекли. Это есть такой художник Андрей Тарусов, он делает в пинап календари, тоже у него несколько проектов. Когда его спонсоры приходили за календарями, я никогда в жизни не видела такое количество мужчин, которым очень не хватает женщин. И все они, самое главное, платили деньги за эти календари. Я уж боюсь думать о том, что они дальше с ними делали, да? Но я поняла, что и в моем проекте должно быть что-то такое, которое привлечет часть такой аудитории. Ну, то есть, когда ты развиваешь кротфандинг, да и любой бизнес здесь кротфандинг, это просто, да, как одна из идей. Ты должен подумать, что ты можешь дать как раз той аудитории, которая для тебя недосягаема. Для меня аудитория мужская, она была недосягаема. Это очень сложно достать, когда тоже по пунктам начинаешь разбирать, как тебе цепануть всех. Поэтому, соответственно, вот я выбрала для себя такой вариант. Вы, может быть, придумаете что-то лучшее. И еще, вот как раз про профит и перспективу, про пользу. Когда вы рассказываете свою историю, обязательно расскажите о том, зачем вы это делаете и в чем ваша польза. Ну, то есть, я уже говорила о том, что проблема есть, но расскажите о том, что вы даете. Причем постарайтесь рассказать каждой аудитории. Я могу сказать, да, я даю пенсионерам в деревне работу. Это окей, это класс. Но а что ты людям в городе скажешь? А людям в городе, я говорю, ребята, помимо того, что мы с вами вместе даем пенсионерам работу, вы едите полезные натуральные продукты, без посредников. Я производитель, то есть, если не знаю, у тебя там банки волос, вы можете меня бить. Это очень важно на сегодняшний день, потому что чем меньше посредников сегодня между нами, то есть, производителями продукты и услуги, и, конечно, целевой аудитории, тем легче всем. Ну, то есть, просто сейчас такое время, когда самое время убрать лишние звенья из цепи. Если их убрать грамотно, то получится в итоге польза всем. Вот на своем проекте я понимаю, что чем меньше посредников, тем легче. Опять же, когда я налаживала процесс продаж, ведь, по сути, одно дело хорошо рассказать историю, да, но за всем этим есть еще неимоверная куча работы. То есть, моя же задача была сделать так, чтобы бизнес был устойчивым, да, чтобы этот мед продавался. И вот, когда люди обычно создают бренд еды или неважно чего, в первую очередь они создают предложения для оптовых клиентов. Они не идут в розницу, то есть, я знаю очень много таких примеров в Москве сегодня, кто, например, ну, говорит о том, что, окей, мы сделали вот такое вот предложение для тех, кто будет нас перепродавать. Я, исходя из своей истории, когда я запустила краудфандинг, я поняла, что да, если сделать первым предложение для тех, кто будет передавать, это, перепродавать, это круто. Это, возможно, даст тебе определенный кэшфлоу, оборот и так далее, тебе будет легче, да. Но я понимала, что, исходя из нашей истории, это, опять же, противоречит. Я начала создавать розницу изначально, чтобы все спонсоры, которые съели этот мёд, чтобы они пришли и купили его еще раз. Я не ошиблась, они действительно приходят, то есть, у нас много постоянных клиентов, клиентов, кто покупает мёд по подписке на год и получает регулярно эти баночки, да. То есть, но это, опять же, это очень сложный путь. Но я его сознательно выбрала, чтобы, так или иначе, я вокруг себя аудиторию воспитываю. То есть, я понимаю, что те две тысячи спонсоров, которые были сегодня, наверное, это двадцать тысяч людей, которые знают о нас. То есть, ну, я не могу сказать, что все двадцать тысяч ежемесячно покупают, да. Но так или иначе, история в народе живет. А у моей истории главная цель ведь даже не в том, чтобы продать этот мёд. Сегодня для себя эту историю вижу больше. Моя задача сделать таких, как я, еще сто. Чтобы такие же, как я, еще сто, пошли сегодня что-то менять. Ну, то есть, в конечном итоге, это вот мой ответ на вопрос, зачем я это делаю. Я сюда еду не просто так ради удовольствия, да. Я надеюсь, что я, может быть, кому-то одному, двум, трем людям могу чем-то помочь. И вы существовали дальше. Так или иначе, мы сегодня все объединяемся в одну экосистему, которая еще не очень развита, но через десять лет, опять же, я говорю, что мы будем вполне себе четкой прослойкой, которая будет рука об руку работать. То есть, у нас с вами конкуренции не будет. Мы будем только вместе помогать, даже если мы делаем одно и то же. То есть, это вот самая главная особенность и цифровая лоббинация. Еще очень важно было мне сказать про нужный продукт. Вот, например, если вы делаете какую-то услугу, например, у Жанны, да, салон красоты. Я знаю, что в Москве есть парикмахерская, которая трудоустраивает людей с ограниченными возможностями. То есть, там работают либо слепые, либо глухие. Ну, то есть, по-разному, да. Соответственно, вот, допустим, вы бы запустили краудфандинговые проекты или начали бы как-то вот рассказывать свою историю, если бы вы трудоустроили, да, людей с ограниченными возможностями. И тут, например, в краудфандинге у нас всегда будет вопрос, что дать людям взамен, ну, то есть, их денег. Я сейчас говорю про краудфандинг. И у вас эта история, и у всех, кто производит какую-либо услугу, вот у вас, например, образовательные тренинги, да, вы, с одной стороны, вы можете дать людям абонемент. Но нужно придумать еще что-то, что вы дадите людям, которые не живут в Калининграде, например. Ведь география, она не ограничена. То есть, соответственно, здесь нужно очень подумать о нужном продукте. То, что вы можете отправить по почте, даже если вы этого не производите. Обязательно нужно подумать о проекте, может быть, смежном с вашей сферой, может быть, о ваших друзьях, которые производят что-то с хорошей историей, которым вы можете помочь, потому что вы заплатите, возможно, маленькую денежку, да. Они вам дадут что-то, что вы можете хорошо продать своим потенциальным спонсорам и развить свой бизнес. Ну, то есть, мне этого, когда я запускала первый краудфандинг, второй краудфандинг, мне этого никто не объяснял. То есть, сейчас цепочка в краудфандинге того, как ты планируешь свои действия, она очень, так сказать, на много ходов вперед. И поэтому важно все очень хорошо продумать. То есть, если вы производите услугу, подумайте, что можно дать осязаемое людям. Потому что, так или иначе, люди краудфандинги, они покупают что-то. То есть, они не просто так денег дают, они хотят получить что-то уникальное, чего в магазине не купишь. Это вот как раз слайд был на тему полезного сотрудничества. Когда, допустим, вы придете ко мне и скажете, Гузель, я делаю такую классную услугу, а я знаю, у тебя есть классный мед, да. Вы должны подумать, что вы предложите мне и чем буду я полезна вам, чтобы это было обоюдное сотрудничество. Потому что мне в день порядка трех-четырех-пяти человек обычно пишут предложение о сотрудничестве. Я читаю письмо, мне говорят, ну, Гузель, у вас столько знаний, расскажите мне, пожалуйста, суть технологии, покажите, где купить оборудование, выдайте полный список таран-паран, ну и, в общем, пожалуйста, распишите мне все. Я говорю, окей, господа, вы пишите предложение о сотрудничестве, а в чем сотрудничество? Ну, то есть, я потрачу на вас свое время, я дам вам все знания, а вы-то мне что? То есть, самое главное, как бы, вот подумать о том, что вы дадите людям. Дети? Сейчас я потом открою в фейсбуке, покажу, как мы это честно, потом я вам покажу. Отлично. У нас просто сейчас два продукта, вот ту баночку, которую мы открыли, это мед с ягодками, его едят. Так, на минуточку, и мужчины были первыми. Заметьте, завоеватели, пока мы тут с вами о большом вечном, они мед едят. Завоевали банку меда. Вот, подумайте о конкурентных преимуществах продукта, потому что вот тот мед, который мы открыли, это мед с ягодками, то есть, он был рассчитан на тех людей, которые мед едят, опять же, к вопросу о целевой аудитории, да, но по каким-то причинам, может быть, он ему надоел, да. Фишка в том, что когда ту банку меда открываешь, ты открываешь и видишь цельные ягодки. Это тоже был определенный ответ на вопрос, почему и как. Мне было важно, когда я выводила первый продукт на рынок, мне было важно людям доказать, что это настоящее. Это самая большая проблема сегодня, что все люди думают, что ты химичишь, хотя ты, может, в природе не понимаешь, как это в мед сахар добавлять, да. Ну, то есть, есть вот определенные какие-то стереотипы общества, с которыми вам придется бороться в любой сфере. Ну, слава богу, вот я не встречала еще, говорят, что там хорошо стараются, потому что у них нет пчел и населения там такое, что никаких пасек не хватит, вот, поэтому это да. И, собственно, вот, например, второй продукт, я понимала, что нужно сделать что-то такое, что затронет совсем другой сегмент аудитории, опять же. Вот я мед не ем, мед с ягодками, как я его ем, знаете? Я ягоды сверху съедаю, а полбанки я не ем, потому что это уже мед, он хоть и взбитый, не засаханный, но это мед, он пахнет медом, меня тошнит. Ну, то есть, соответственно, я отчасти решила сначала свою проблему, а вторым продуктом я решила проблему полностью, потому что мы взяли и перемололи ягодки со специями, то есть, когда ты пробуешь этот мед, до тебя доходит, что это мед где-то там в конце. То есть, сначала ты чувствуешь, не знаю, облепиху, корицу, там имбирь или еще что-то, а потом где-то там мед. То есть, это вот как раз, планируйте свой портфель продуктов или услуг именно так, чтобы каждый продукт и услуга был ориентирован не на одну аудиторию, а на несколько. То есть, сегментируйте ее. Чем раньше вы это поймете, чем раньше сегментируйте, тем легче это будет все продвигать и рассказывать. Это вот просто картиночка для привлечения внимания. Это то, как три года назад там, где люди мед покупали. То есть, сегодня фактически я понимаю, что мы в Москве очень много конкурентов сами вырастили. То есть, мы им сами рассказали идею, потому что о проекте говорили много и писали много и появилось там, не знаю, еще там 10 марок, которые решили сделать то же самое, но при этом там закупая мед, закупая ягоды, ничего не производя по сути, просто занимаясь переработкой. Но, знаете, самое важное, что я время-то не просто так трачу. Ни один из этих десяти он не может сказать, что он трудоустраивает бабушек и производит сам. Ему показать нечего. А люди сейчас, аудитория, она настолько продуманная, что она спрашивает. И я вот периодически, когда мы работали на маркетах и проводим дегустации, я вижу, как трещет людей, конкурентов, когда им приходят и спрашивают, это вы бабушек трудоустраиваете? Они говорят, нет, вон туда. Поэтому, в общем, историю рассказывать это очень интересно, потому что порой, когда ты ее рассказываешь, ты еще не понимаешь, зачем ты ее рассказываешь, а потом ты понимаешь, что она тебя за уши вытягивает туда, куда никого никто не вытянет уже. Ну, подумайте о дизайне, об упаковке продукта, услуги. Вы должны подумать о том, кто, опять же, о целевой аудитории и что они хотят увидеть. То есть у нас сознательно нет банок с медом с мишкой, у нас нет медовых палочек, которые приняты везде, у нас нет везде миллионов пчел, то, как это принято брендировать мед. Ну, то есть сейчас эта упаковка еще меняется. У нас вообще макака на крышке банки. Но, знаете, очень многие спрашивают, почему макака? Но эта макака очень хорошо запоминается. То есть вообще название меда и сам логотип, это все пошло от наших бабочек. То есть люди, которые в Москве носят наши бабочки, поскольку они существуют дольше, чем мед, эту обезьяну все очень хорошо запомнили. То есть у меня не раз был случай, что ты стоишь на маркете, например, там стоит стенд с бабочками, работает другой человек, а я рядом стою и предлагаю людям попробовать мед, который мы сделали. Это было в самом начале. И ко мне в какой-то момент подходит девушка и говорит, «Вы знаете, девушка, мне кажется, что вы у кого-то что-то своровали». Я говорю, «Да». «Расскажите мне». Она говорит, «Я где-то этот логотип уже видела, и он явно занимается не едой». Я говорю, «Да». «Ну-ка, расскажите мне, чем же он занимается». Он говорит, «А, эти ребята галстуки бабочки делали, вот вы у них логотип-то подтянули». Я говорю, «Ну да». «Это только я, у себя же логотип и подтянула». То есть порой, может быть, стоит предпринять какой-то неочевидный шаг в брендинге, который поможет ваш продукт запомнить. То есть сейчас, например, когда нашему продукту уже три года, мы постепенно делаем ребрендинг и макаку с крышки мы убираем. Потому что мы понимаем, что аудитория, мы на нее уже отработали, аудитория уже знает этот логотип, и нужно сделать упаковку интуитивно более понятной. То есть, например, когда ты придешь в магазин сегодня, когда ты возьмешь и увидишь макаку, ты скажешь, «Что за фуфло? Я не знаю». Если ты не знаешь истории, если человек, который знает, он увидит эту макаку, скажет, «Так это же они!». А сейчас задача уже стоит другая, мы понимаем, что нужно работать на тех, кто не знает. Поэтому мы делаем полный ребрендинг, то есть это все уходит. Но вот у меня картиночки нет. Про открыточки я говорила, но на самом деле это самое главное. У меня есть помощница в Москве. Соответственно, моя правая рука. Да, у меня есть еще одна помощница. Нас трое. Это те, кто постоянно работает. Соответственно, это дизайнер. Соответственно, моя помощница, которая делает всю работу мою сейчас в Москве. Я не сладко сейчас, пока я в Калининграде прохлаждаюсь. Вот. Соответственно, штат всех тех, кто работает в цеху. Да. Ну и плюс мы иногда на аутсорс привлекаем ребят, которые делают для нас сайт. То есть они что-то дорабатывают, перерабатывают. Плюс мы привлекаем на аутсорсе фотографов, которые делают съемки. Потому что раньше я это делала сама, сейчас я понимаю, что на это времени не хватает. Вот. То есть постепенно, постепенно. Ах, прости. Вот это он сбежал. Телефон. Могу так. Вот. Соответственно, чем больше каналов в соцсетях вы будете развивать с самого начала. То есть если вы сегодня или завтра открываете, то рассказывайте в соцсетях, пожалуйста, своей целевой аудитории о том, что вы делаете. И не стесняйтесь, если у вас будет 50 подписчиков. Даже 50 подписчиков, это уже большая армия. 50 человек. Поэтому чем раньше вы начнете развивать эти каналы, тем больше потом они будут работающим инструментом, который вам помогут. То есть, например, я очень много вижу краудфандинговых проектов, которые выходят и говорят, вот у нас классный проект, они снимают классное видео, все бы хорошо. Но вот в соцсетях у них по нулям. А это один из самых главных каналов, который сегодня помогает продвигать. Я все новости читаю в Фейсбуке. Ну, то есть так вот, и то наискосок, не открывая ссылок. Да, мне хватает заголовков. Соответственно, сегодня это очень важно. И сервис рассылок, если вы его еще не знаете, тоже советую обязательно иметь в виду. Собственно... А сервис рассылок, что дает? Ну, ты просто делаешь рассылки по имейлам людей. Тут все, опять же, зависит от того, какая у тебя модель, потому что у нас есть специальная форма на сайте, где люди подписываются. Плюс у нас сервис рассылок используется, потому что мы не знаем своих спонсоров в Фейсбуке, грубо говоря. Но у меня есть 2000 email адресов, по которым я шлю письма. Ну, то есть это как один из каналов, где ты можешь достать свою целевую аудиторию. Вполне возможно, что кто-то подписан на наш Фейсбук. Возможно, они читают новости дважды. Но, опять же, твоя задача сделать так, чтобы контент, он был подстроен. То есть не может быть, по сути, одинакового контента, не знаю, там, в Инстаграме, одинакового контента в Фейсбуке. То есть везде есть свои прелести и всякие интересные штуки про целевую аудиторию. В идеале он должен быть разный, потому что целевая аудитория разная. Но вот я грешу. Приведи пример конкретного паблика и отлично. Вот смотри, когда, например, мы вели краудфандинг, все три краудфандинга, целевая аудитория, то есть это все менялось вот так. То есть на первом краудфандинге у нас работал контакт, то есть там работало, то есть там на тот момент, через полгода, когда мы запустили второй крауд, у нас контакт был вот такой. Все убежали в Фейсбук за полгода. Как это случилось, я абсолютно не могу понять. То есть сейчас контакт, он у нас есть, мы его ведем параллельно, то есть, по идее, у тебя, не знаю, у тебя должны быть разные тексты, потому что ВКонтакте более молодая аудитория, в Фейсбуке более читающая, более знающая, то есть, по моим ощущениям, в Фейсбуке длинный пост прочитает больше людей, чем ВКонтакте, потому что ВКонтакте это все по косой и дальше побежал. Там еще выдача тоже такая, ну, хитрая, ты можешь просто этого не видеть. Так же, как и в Фейсбуке, по сути. Ну, в общем, своих примочек много, я в этом не специалист, честно. Я вот, ну, я грешу тем, что я периодически дублирую посты в Фейсбуке и ВКонтакте, потому что они у нас более информативные, чем продающие. Слава Богу, это не один из смертных грехов. А? Слава Богу, это не один из смертных грехов. Ну да, у меня похуже найдутся, я думаю. В общем, самое главное, вот эта картинка должна олицетворять ваш пиар. То есть, это не бюджет и не газета за деньги. Это то, что вы должны добиться того, чтобы люди разговаривали друг с другом о вашем проекте. Ну, то есть, у меня периодически приходят друзья и говорят, «Ребят, вот я пришел в ресторан и слышал, как твою историю о бабушках какой-то молодой человек девушке на свидание рассказывал». И то есть, для меня это безумно приятно, потому что я понимаю, что, значит, я добилась этого, да? Но тут опять же вопрос, что панка каждый раз растет, и тебе этого уже, возможно, мало. И поэтому, когда вот вы думаете о своей пиар-стратегии, как вы будете это рассказывать, попробуйте поставить себя на место того человека, которому сейчас эту историю рассказывают, или на место того человека, который собирается эту историю кому-то рассказать. Какие это должны быть условия? Возможно, тогда вы найдете для себя ответ, в какой момент и как это презентовать этим людям. Я, когда была в Берлине, в общем, мы выигрывали грант в прошлом году, месяц были в Берлине, и нам рассказывали историю, как придумывали какие-то полезные снэки. И, в общем, самая главная задача маркетологов и тех, кто это все вместе придумывал, была задача подумать о том, где люди едят это, и какой процесс они заедают этим полезным снэком. Соответственно, вы точно также должны подумать о своей истории. В какой именно момент времени, вот вы рассказываете историю, да, я всегда думаю, что мою историю можно вот так вот пролистать, пока ты вот перед выходом в метро из вагона, да. То есть я всегда стараюсь как-то доносить очень кратко какие-то вещи, чтобы там человек быстро пролистал и дальше побежал. Ну поскольку, потому что у меня большая часть целевой аудитории это Москва, и я понимаю, что у нас по-другому новости немножечко воспринимаются. То есть нужно хорошую картинку, а лучше видео, которое смотрят зачастую без звука, вот буквально там минуту-две, пока ты не вышел из метро и не побежал. То есть у меня вот всегда такое ощущение целевой аудитории. Не важно, что это аудитория, которая, возможно, едет на машине, да, но на машине сейчас я вот в пробке толкаюсь, да, и я не могу смотреть долго на телефон. То есть вы должны поставить себя в условия вашего клиента, чтобы понять, кто этот клиент. Ну и, соответственно, я, наверное, буду на этом заканчивать и скажу, что жужжите больше. Это самое важное. Вот. А еще вы меня просили рассказать немножко про storytelling, да? На самом деле очень большого секрета нет. Когда я анализировала уже историю, которая была создана абсолютно по каким-то ощущениям эмоциональным моим, то есть у меня не было никакой заранее спланированной концепции о том, как я буду это рассказывать. Я просто начала разбирать свою историю на кусочки. Я поняла, что моя история спокойно себе вписывается в линейную композицию. Самое главное – правильно человека подводить к кульминации, то есть вашей истории, да, и потом самое главное – правильно рассказать человеку развязку вашей истории, но при этом не закрыть себе дверь для второй серии или для третьей, или для четвертой. То, когда мое видео смотрите, понимаете, то есть вы смотрите, понимаете, да, плохо, но вот, кажется, вот оно, вот оно, вот оно решение, вот они что-то сделали. А потом ты дальше видео заканчивается, и ты начинаешь думать, окей, ну они это сделали, а дальше-то что? И вот самое главное, чтобы вы всегда в своей истории могли ответить на вопрос своей целевой аудитории, а дальше-то что? Думайте на три хода вперед, и тогда, ну, как бы, это самая главная история, ну, как бы, самое главное в сторителлинге, в моем случае, в вашем, я думаю, тоже. Самое главное – правильно подобрать инструменты. Вот как раз то, что касается сторителлинга, краудфандинг для меня – главный инструмент, поэтому я решила чуть больше про него рассказывать, потому что это может и вам тоже пригодиться. Именно, именно благодаря ему сегодня эту историю знают много где. Что такое сторителлинг? Сторителлинг – это о том, как правильно рассказать историю, это модное слово, которое все любят использовать, ну, в общем, это все просто. Это то, что я вам два часа уже тут рассказываю, собственно. Да нет, вы все знаете, просто слова не встречали. Давайте теперь вот как, я абсолютно открыта к вашим вопросам, они могут быть из разных сфер, но давайте мы будем общаться, а то мне вещать все время очень тяжело, давайте вот начнем. Смотрите, созидатели наелись меда, завоеватели наши, и у них есть вопросы. Расскажи, пожалуйста, как ты организовываешь свое время в плане чередования работы и отдыха? То есть… Понятный вопрос? Когда ты все успеваешь? Нет, нет, тогда все успеваешь. Другой вопрос. Это нет, нет. Именно как ты относишься к отдыху, как к инструменту, чтобы твоя работа была эффективной? То есть ты же не можешь все время на взлете, да? Как ты организовываешь свой день, неделю, месяц, год? Ты знаешь, для себя я всегда стараюсь как можно чаще уезжать из Москвы, потому что в Москве я живу просто в таких условиях, что мой мозг не отдыхает, это самое страшное. То есть фактически у меня может быть выходной, я могу быть дома с ребенком, но я постоянно думаю, это моя большая проблема, что мне очень тяжело спать, потому что очень много задач, которые надо решить, очень много непоняток. И то есть ты, даже находясь дома, я начинаю себя там через два дня пилить, что я ничего не делаю, я не работаю, это самая больная проблема. Поэтому я стараюсь уезжать. Ну, собственно, с конца февраля мы уже были в Киеве, мы были в Мурманске, Мончегорске, я была уже в Екатеринбурге, возила инспекцию на производство как раз проверять качество. Сегодня я в Калининграде, позавчера я была в Вильнюсе. То есть я стараюсь как можно больше ездить, когда мне это позволяет возможность. Опять же, не было бы у меня помощника, который работает в офисе и разгребает все мои конюшни, конечно, я бы не могла уехать. То, что для меня единственная возможность поспать и проветривать мозги – это уехать. Ну, то есть это в первую очередь отдых. А так, если уж говорить про мою неделю, то у меня только один выходной – это воскресенье. Иногда бывает суббота, когда я могу быть дома, но опять же я отвечаю на звонки, и все равно я работаю. Сказать, что я отдыхаю за воскресенье – это соврать. Ну, то есть я только успеваю выспаться один раз и, может быть, пойти погулять на площадку с дочкой. Ну, ты стремишься к этому, чтобы, например, день конкретно не думаю вообще работать? У меня не получается. Ну, то есть я бы стремилась, но я понимаю… По-моему, ты стремишься ли как-то как-то как-нибудь или нет, или предпричитаешь, что это не было? Ты понимаешь, вот в моей истории я понимаю, что я не могу не думать о работе дожди. У меня и не то, что не получается, я понимаю, что я не могу. Ну, то есть, так или иначе, мой бизнес – это в большинстве своем ручное управление. И, то есть, мне очень важно контролировать все вещи. Если я на день выпадаю, ну, то есть, опять же, находясь в Москве, мне самой нехорошо. Я начинаю волноваться, то есть, это вот мои мозги, они меня съедают. И поэтому в Москве я вот понимаю, что у меня есть выходное воскресенье. Да, обычно там в воскресенье я там, я начинаю там торты печь, еще что-нибудь, то есть, чтобы занять свои руки, но параллельно мои мозги все равно думают. И поэтому я говорю, что вот у меня полноценный отдых, когда я только уезжаю. Так, чтобы вот я сидела в Москве и могла спокойно отдохнуть, так не бывает. Ну, вот в плане ты говоришь, бизнес на ручном управлении. Ты растешь, ты развиваешься и порой, то есть, шарит твои большие роды. И не считаешь ли ты, что нужно как-то автоматизировать предпринимание? Ну, конечно, нужно правильно автоматизировать и правильно деликировать. Что первые какие бы ты сделала? Для себя сейчас? Ну, да, да. Ну, вот в первую очередь, да, у меня есть помощник, которого я сейчас учу на то, чтобы работать именно в процессе продаж. Потому что наша сфера, она очень забавная, да, и у нее очень много сегментов, может быть, и не вполне очевидных, куда, например, этот мед может пригодиться, да. И моя задача сегодня и в ближайшие, там, например, 3-4-5 месяцев до сентября, конкретно у меня стоит дедлайн, чтобы вырастить себе вполне себе правую руку, которая уже начнет учить азам следующего человека. Ну, то есть, у меня вот самая главная задача сейчас сделать так, чтобы человек, который помогает мне, понял все процессы. А сейчас еще самая главная задача, может быть, многие люди это уже прошли, а я только в стадии, потому что, ну, как сказать, мне очень не хотелось бы раздувать московский штат, просто потому что расходы на московский штат и московский офис, они у тебя сопоставимы с работой 5-6 человек в деревне. Поэтому мне всегда очень жалко, я пытаюсь всегда обойтись малой кровью и сделать так, чтобы работа каждого человека была эффективной для бизнеса в целом, да, но при этом, чтобы каждому человеку было интересно. Вот. И, собственно, вот моя задача сделать так, чтобы моя помощница понимала все, чтобы я в какой-то момент могла отойти и сказать, окей, я еду в деревню на 2 месяца, ты делаешь что-то, то-то, то-то, а я там налаживаю производство нового продукта, например, да. Соответственно, она уже будет дальше учить человека, который будет заниматься розничными заказами, то, что самое легкое, да. Сейчас вот мы учимся самому тяжелому пока что. Ну, вроде получается, иначе бы я, наверное, не приехала. Вот. А откуда кадры берутся? Вообще, когда я поняла, что мне очень нужны помощники, я просто написала в Фейсбуке, что езжу помощником. Вот, кто хочет работать в моем проекте, пожалуйста. Написала сразу, что если вы хотите просто сидеть на попе и получать денег, то я вам дам только 20 тысяч рублей и больше не дам. Если вы хотите развиваться и хотите занять мое место, другое дело, это все обговариваем. И, собственно, так у меня было несколько собеседований. У меня, честно сказать, волосы на голове-то дыбом стояли от того, кто эти люди, которые меня читают, потому что никогда не знаешь, кто эти люди. И ты даже не можешь представить, сколько этих людей и как они за тобой следят. И в какой-то момент ко мне на собеседование пришла вот сейчас моя помощница. Девушке 40 лет. И мне было удивительно, что она досконально знает, что у меня есть дочь. Она знает, в каких отношениях я состою. То есть она следила за проектом, она читала все публикации. То есть, по сути, это поклонница проекта и меня в частности. Но вот этот человек, который пришел с горящими глазами и сказал, я хочу научиться. И мне очень сильно повезло. Сегодня я считаю, что прям вселенная послала мне ее. Потому что моя работа, она очень непростая. То есть, если ты пришел просто деньги зарабатывать, это сразу мимо. Ну, просто я такой человек, может быть, очень идейный. Я думаю о деньгах, конечно, но это вообще не сама цель. Поэтому очень сложно, потому что в Москве очень много людей думают, в первую очередь, о деньгах. И это, ну, в моем бизнесе мне не интересно с такими людьми. Они просто не поймут, в какую сторону рулить в определенный кризисный момент. Если ты думаешь только о деньгах. Какие-то действия, мероприятия планируешь или делаешь по развитию сообщества продукта? То есть, ну, заработка микропорта. Наверное, первое, что развивает сообщество, да. То есть, прям вот мероприятия, мероприятия скорее нет, чем да. Потому что мероприятия обычно стоят денег. А у меня всегда же соизмерение того, куда положить эти деньги, да. Я могу положить мероприятие, провести дегустацию на каком-нибудь маркете, да. И встретить там потенциально, например, 150 человек, заплатить за аренду 20 тысяч рублей. Или я могу, например, положить 10 тысяч рублей на рекламу в Фейсбуке. Рассказать тем же, не знаю, там, 2-3 тысячам людей о том, что сегодня мы запустили подписку на мед. И 40% от этого, соответственно, отправляется на строительство детской площадки. Тут как бы вот вопрос в том, что я все чаще и чаще выбираю инструменты, которые есть в интернете, а не в онлайне. То есть, ну, не в оффлайне. То есть, как сказать там. Я стараюсь все чаще и чаще коммуницировать с людьми посредством интернета, нежели чем лично. Ну, просто, во-первых, я понимаю, что потенциальная аудитория в интернете гораздо шире. Ты можешь достучаться совсем по-другому. И, может быть, с теми же усилиями, либо с меньшими усилиями, чем ты будешь это делать лично. Потому что, если я буду делать это лично, у меня никакого времени не хватит не то, что там на отдых. У меня не останется времени ни на какую личную жизнь. Потому что людей много. Поэтому вот сейчас, ну, вот я максимум, какие у меня есть мероприятия, это вот я езжу и рассказываю что-то людям про социальное предпринимательство. Опять же, видишь, это, ну, цель не продать мед. Здесь цель другая сделать так, чтобы вокруг меня возникала здоровая экосистема, которая общается и сотрудничает. Мне кажется, сейчас это гораздо важнее. Я ответила на твой вопрос? Хорошо. А сколько дочки будет? А? Дочки сколько? 16 июня будет 2. С собой берете, да? У меня пробег 60 тысяч километров, как на машине. Какое образование? Я закончила МГУ, факультет мировой политики. То есть моя задача гореть на нескольких языках в нужном месте и в нужное время. Что, неужели вопросов больше нет? У меня есть вопрос. Давай. Ты говоришь, что надо целевого потребителя конкретно знать, кто твой идеальный человек, который покупает мед. Ну, идеального нет, конечно, да, все разные. Но я уже говорила о том, что скорее это девушка либо женщина 25+, которая много путешествует, много читает. Ну, при этом я скорее знаю, что она читает, да, как бы еще ее писать. Это девушка, которая живет в большом городе. Скорее всего, это девушка, у которой еще нет детей, но она очень хочет либо планирует. Это вот один кусочек. Либо это уже девушки, которые 35+, у которой уже замужем, которые уже имеют детей, которые думают о том, что они оставят своим детям. И которые уже думают о том, как их родители проводят время сегодня. То есть это вот самое основное. Это те, кто на краудфандинге? Нет, это те, кто покупает баночку тоже. Эта аудитория, она очень сильно пересекается. Я не просто так про это говорила. Слушай, а как вы спонсором-то, с этими спонсорами работаете? 120 человек, да? Городов. 120 городов, 2000 человек спонсоров, да? И им регулярно высылается мед? Нет, нет, смотри. Вот идет проект, например, он идет месяц. Мы говорим, ребята, вот в этот месяц вы можете купить такой-то мед, который еще не продается у нас в интернет-магазине. То есть ты им даешь что-то новое, они, соответственно, там у тебя набирается, например, 500 человек. Проект заканчивается 1 июня. Мы говорим, что с 1 июля, например, мы начинаем все эти баночки отсылать. Либо если это Москва, где я могу вручить это лично, я лично езжу и эти баночки развожу. Соответственно, например, там еще две недели баночки у тебя уже приехали и ждут своего часа. Эти две недели это все пакуется по посылкам, либо в курьерскую компанию, либо почтой. Соответственно, там через месяц-полтора люди получают свой мед. Соответственно, самое главное, твоя задача, когда они мед получили, конвертировать их потом в своих постоянных покупателей. Ну, то есть они знают хорошо историю продукта, они попробовали, и я практически уверена наверняка, что им понравилось. Твоя задача сделать так, чтобы он не забыл заказать этот мед снова, например, на какой-нибудь праздник. Поэтому для этого есть email-рассылки, ну, то есть очень много инструментов есть для того, чтобы человек не забывал эту историю. Они в интернет заказывают, да? Конечно. И через магазин покупают какой-то на сайте? Интернет-магазин, да. У нас есть интернет-магазин, есть сайт. Яндекс-деньги какие-нибудь? Карточка и оплата, в первую очередь, конечно. Ну, и Яндекс-деньги, все, что хочешь, это все прикручивается, это все работает. А доставка кто тоже, наверное? Доставка это, опять же, либо курьерская компания у нас есть, есть договор с курьерской компанией, то есть все крупные города у нас доставляются там 350 рублей практически любой крупный город, там в рамках трех дней ты лично посылку в руки дома получишь. Либо, соответственно, если это маленькие какие-то населенные пункты, то это почта России, которая, кстати, на удивление стала быстро ездить. И не терять посылки, что тоже приятно. Было место на рынке. И, в общем, это были очень тяжелые годы. Интересно. Потом, наверное, в классе в пятом у меня была такая проблема, что я весь третий класс просидела дома, у меня была инвалидность, и я весь год сидела дома. И в пятом классе я вышла в школу заново, и мне было очень сложно подстроиться, потому что у меня не до конца отросли волосы, мне просто делали операцию на голову, и поэтому это было очень сложно морально. Поэтому, когда люди говорят о людях с инвалидностью, я вот очень хорошо понимаю, как это, когда общество относится к тебе с жалостью. Это самое отвратительное, что может быть, потому что, ну, ничем не хуже мы. Хоть у меня сейчас уже нет инвалидности, но вот самое важное, что у меня родители никогда, ну, то есть они никогда не давали мне подумать о том, что я могу быть чем-то хуже, чем другие, да. И поэтому все мои опыты с бизнесом в том числе, они были просто от того, чтобы моим родителям было очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя нужным, что ли, и занятым, самое главное. В общем, я как-то попросила папу, папа на тот момент у меня уже летал в Стамбул за вещами, продавал их там, вот это я попросила, говорю, папа, купи мне, пожалуйста, бисер. А папа, поскольку он меня очень сильно любит, он купил мне 8 килограмм бисера. И я в какой-то момент вообще плела все эти фенчики, я поняла, что мне этот бисер никогда в жизни не изведу, это был стеклярус, то есть это был стеклянный хороший бисер. Я решила, что я буду его фасовать на весах, на которых сейчас у меня папа периодически взвешивает что-то в цехе, это очень забавно, как все эти вещи перетекают в новую жизнь. И я продавала девочкам по 2 рубля за пакет бисера. В общем, когда вся школа, в которой 700 человек, поняла, что бисера им хватит, а у меня его еще осталось килограмм 6, я поняла, что все, это вот никогда в жизни перепродавать бисер, фу, товарные остатки, вот это все. И потом в какой-то момент, поскольку у меня с поведением было не все хорошо, я поняла, что нужны петарды. В школе нужны петарды. У меня родители живут в центре города, в Екатеринбурге. Соответственно, школа в центре города. Никогда в жизни не было не достать петард. А как-то, в общем, моя бабушка, вот которая главная звезда, как-то она приехала в гости, я говорю, слушай, бабушка, мне, говорю, петарды нужны. Поехали, говорю, съездим, купим петард мне. Она говорит, ну, поехали. Ну, поехали на тот рынок, где когда-то у папы была точка, то есть там уже ничего не было, но папа мне отказал в этом. Ну, поехали с бабушкой, а у меня была заначка. В общем, как-то так получилось, что она купила у меня блок петард, то есть 10 пачек. На следующий день я пошла в школу и подумала, хм, ну 10-то мне много, мне одной хватит, куда деть еще 9? Так я 9 продала. Подумала, хм, если я покупаю по 5 и продаю по 10, так это же офигенный доход. Это был седьмой класс. В общем, так получилось, что в день я продавала 20 пачек петард. Ну, прикидывайте, да? В неделю я продавала 100 пачек петард. Это чистый доход, это 500 рублей в неделю. У меня на тот момент у мамы зарплата на скорой, на 0,75 ставки была 2000 рублей в месяц. Соответственно, я очень хорошо так в седьмом классе зарабатывала пару месяцев. То есть у меня было на подарки младшей сестре, родителям на свадьбу, там, на день рождения, туда-сюда. В какой-то момент я пришла в школу и меня поймали. Меня чуть не исключили из школы. В общем, был совет профилактики. Но я, конечно, очень грамотно заболела. Я туда не пошла. Сказала, ничего не могу, у меня температура, градусник натерла. Это вот был один из самых первых опытов предпринимательства. И тогда я завязала, сказала, нет, мама с папой я больше не буду. Родители мне сказали, ну, отдуваться сама будешь. Твои проблемы, мы ни при чем. Я эти 19 пачек, мне забрали 20, изъяли, отдали 19. Я только в одиннадцатом классе узнала, кто зажилил одну пачку. Это была моя классная, которая сыну припасла. Вот, и, собственно, потом я начала заниматься научной работой, и никаких бизнес-опытов у меня уже до сознательного возраста не было. Вот, а потом уже когда-то, когда я вернулась из Калининграда, устроилась работать в САП, это IT-компания. Надо понимать, что IT-компания – это довольно скучно. У тебя из штата 40 мужиков, и твоя самая главная задача – выжить. Потому что в IT-компании все мужчины очень важные, и они все считают, что ты им чего-то должна. А когда ты приходишь на определенную позицию, ты понимаешь, где ты должен, а где ты нет. И я вот как раз очень четко понимала, и понимала, что окей, мир не сошелся в этой компании, надо что-то делать. И так вот мне в какой-то момент стала нужна бабочка, я поняла, что я не могу ее купить. Так мы начали, попробовали что-то первое сшить, и тут пошли первые маркеты, мы пошли на маркеты, и в какой-то момент, типа, за полгода мы поняли – окей, если ты вечером шьешь бабочки, выходные ты их продаешь, ты, в принципе, за одни выходные получаешь свою зарплату. Так было когда-то, когда мы начинали с бабочками, и мы поняли, что ну ок, я совмещала так еще год, и вот на тот момент, когда я уходила из САПа, как раз у меня были деньги за неотгуленные отпуска, поищи, пожалуйста, тут есть видео. Вот-вот-вот-вот-вот видео с лялькой, тычу прямо на него. В общем, да, примерно так. Так мы и рассказали мамочкам, что мед есть можно, и ничего нигде не опухло и не почесалось, все нормально. Привет, друзья. Ты можешь отключать, тут я много могу вещать. А вообще это переводится как «прекрасный кокос». В общем, когда мы просто думали над тем, как назвать наши бабочки, вот, мы лежали на пляже в Италии, и подумали, что вот если чувак, который сейчас идет и орет «Кокко, Белло, Кокко» имел бы бабочка, он кокосы продает, то ему, наверное, было бы лучше. И так как-то вот за это все зацепилось, и так назвались бабочки, и так до сих пор называется мед, поэтому все очень... А? Да, так назывались бабочки, поэтому мед стал так же называться. Ну чего, есть еще какой-нибудь вопрос? Цена вашей, ну, баночки, да, у конечного потребителя, она с конкурентами на сколько, ну, сообразно, если сравнить? Все зависит от конкурентов, потому что есть дороже, есть чуть дешевле, ну, то есть, например, баночка 250 миллилитров у нас стоит в рознице 450 рублей. Есть кто стоит 590, а есть кто стоит 300, 380. Ты сама, извините, определила ценовую нишу, или вот как ты, ты понимаешь, чуть-чуть есть дешевле, есть дороже. Ты намеренно, то есть там в нижнем сегменте закрепилась? Я не могу сказать, что я закрепилась в нижнем, да, мы скорее средний сегмент, ну, то есть мы не совсем дешево и не продешево. Это особый выбор, либо это обуславливается... Это обуславливается естественной себестоимостью этого продукта, да, и опять же это обуславливается тем, что я понимаю, что я не могу морально продавать, ну, как бы вот такой продукт за 600 рублей, да, у нас есть второй продукт, который действительно стоит в рознице 590 продукта, я его считаю более совершенным, но, опять же, он более технологически сложный, поэтому его цена обусловлена, да, но я не могу сказать, что я осознанно там вот прям что-то рассчитывала, может быть, у меня для этого не хватало мозгов, но мне, слава богу, хватило, наверное, чуть я, что ли, чтобы попасть туда именно. А скажи, пожалуйста, среди продуктов, которые более дешевые, более дорогие, какой у тебя получился, что более ходовой, что ли, да, это один вопрос. Второй, какой ты понимаешь, что в твоей товарной группе, да, это товар-детонатор, он, может быть, не особо там сильно продается, но на него реагирует больше. Понимаешь, я вот уже говорила про разную целевую аудиторию продуктов, да, и у продукта подороже, и у продукта подешевле, что это разные люди, как правило, которые это едят, да. Но, например, когда на маркетах ты проводишь дегустацию, как раз второй более дорогой продукт, он более интересный по вкусу, и он как раз детонатор, который заставляет людей подумать, купить ли, действительно ли это столько стоит, действительно ли эту историю вообще не врут. Сейчас ему рассказывают, да, то есть это то, что заставляет человека подуматься. Да, это однозначно линейка медовых муссов. Так и есть. Спасибо. Давай. Гюзель, скажи, вот, вернее, возвращаясь к тому, что ты делаешь вообще не только, как изменилось твое окружение, какое оно вообще было и теперь стало, то есть ты была наемным работником, и потом ты стала предпринимателем. Что за люди это, похожи ли они на твою целевую аудиторию, или это какие-то другие люди, и как, и что это? Ты знаешь, вот, когда я работала, например, в компании SAP, да, у меня был круг коллег, которые никогда особо не были рядом со мной и не были частью моей личной жизни, так скажем, да, потому что я очень четко понимала, что это не те люди, с кем хочется делить радости, потому что они все время говорят о пайплайнах, очень каких-то вещах, которые, ну, к нормальной жизни тебя от них тошнит. Вот. И, собственно, у меня были какие-то друзья, которые остались в университете, естественно, они и сейчас со мной рядом, то есть аудитория, как бы, тех людей, которые вокруг меня, с тех пор, как я начала заниматься социальным проектом, она выросла многократно, и, честно скажу, она гораздо приятнее, да, это порой целевая аудитория, которая похожа на меня, на мой стиль жизни, то есть, ну, своего рода мой пузырик, он надулся, то есть там стало больше людей. Еще хотелось узнать просто, может быть, у тебя были какие-то друзья или подруги такие близкие, с которыми ты уделилась вот своими идеями, и они вдохновляли на тебя, поддерживали, то есть с кем-то вот, у тебя, ну, какой-то ближний круг вообще такой есть или он сильно изменился и так вот, нет? Чтобы ты могла сказать, что есть эти друзья, вот мы вот та компания, с которой мы как-то выдвинулись, просто я это сделал. ты знаешь, я не могу сказать, что у меня есть какой-то ближний круг друзей таких, которые бы меня очень сильно поддерживали, потому что большинство друзей как раз говорят, нет, не надо, не едьте на Украину, на машине вас убьют, зарежут. Они все очень сильно волнуются за себя и все говорят, нет, не надо. Это моя вторая половина, кто всегда со мной, и меда бы не было, если бы ее со мной не было. Спасибо. Можно я вопросы? Может быть, не про твоего, но ты ездишь много, по хаб захаживаешь с третьего этажа на второй уровень. Ты знаешь, я теперь переехала, теперь я под ними. Они теперь надо мной. Хорошо. Иерархия изменилась. Скажи, пожалуйста, какие типичные ошибки ты видишь у тех начинаний, заблуждения, с чего им лучше начать, чему лучше научиться вначале? Ты знаешь, самое распространенное, я уже говорила о том, что я вижу в социальном предпринимательстве, это то, что очень много людей рассчитывают на какую-то помощь извне. То есть говорят, я написал грант, я подался на премию. Еще куда-то я там. То есть люди, они, может быть, это пережитки прошлого, например, есть определенный круг людей в благотворительности, кто понимаешь, вот на этом живут. И я считаю это самой большой ошибкой. То есть, когда ты затеваешь свой проект, ты должен подумать о том, как проект будет зарабатывать. Слово монетизация – это самое важное. Причем, что это ошибка не только у нас в России. Когда мы были в Берлине, мы месяц сидели, у нас было 9 проектов с Восточной Европы. Я единственная, кто выставлял счета. Остальные 8, то есть 4 уже не существует. Просто потому, что они грант съели, погуляли в Берлине и забыли. И решили, что ой, что-то не взлетело, я пойду дальше. То есть, вот эта логика получить что-то извне, она очень часто можно пойти туда, пойти туда, пойти туда и можно не барахтаться сильно. Но мы просто живем изначально в таких очень жестких условиях. Окей, будет грант – хорошо, но пусть он будет не основной, пусть это будет такая guilty pleasure. То есть, ты его используешь на что-то в рамках своего работающего бизнеса. Но самое главное – подумать о том, как вы будете зарабатывать. То есть, ничего постыдного в этом нет. Но, то есть, к сожалению, чем дальше ты уезжаешь от каких-то центров, тем больше ощущение, что люди стыдятся говорить о деньгах. На самом деле, ничего такого в этом нет. О деньгах нужно говорить, чтобы они были. Чем больше мы будем, как сказать, опытом, что ли, делиться, тем будет лучше. Опять же, вот пример Манчегорска. Была женщина, я для Ольги сейчас говорю, которая о пожилых заботиться собирается, которая сказала, там, надо понимать, Манчегорск – это моногород Норильского никеля. То есть, все, что там есть, делается на деньги компании «Норильский никель». Там живет 30 тысяч населения. Но при этом «Норильский никель» реально выделяет очень много денег на социалку. То есть, они дают гранты предпринимателям, пытаются кого-то там воспитывать. И вот там реально типичное общество грантаешек. И это очень страшно. Потому что ты сидишь и понимаешь, что половина людей один грант съела. Но, да, мы, говорит, второй раз грант получаем. А я так легонечко интересуюсь и понимаю, что первого проекта уже нет. То есть, грант съеден, они идут на второй. То есть, вот это вот, к сожалению, то есть, это все искусственно. Если сегодня вот так «Норильского никеля» не ставят, все это разрушится. И как раз я задавала вопрос женщине, которая говорит, ну вот, мы сделали там центр, который ухаживает за пожилыми людьми, тарам-парам-парам-парам. Я говорю, окей, скажите, сколько стоит вот мне бабушку к вам пристроить? Она молчит. Ну, это нужно посчитать, это индивидуальная программа. Я говорю, да нет, вы мне просто скажите в среднем. Мне, говорю, интересно посчитать, как вы думаете о том, что ваш центр будет зарабатывать денег? Ну, мы договорились с правительством, что она будет субсидировать нам это. Вот тут мы получим грант, вот тут мы получим то. И то есть, человек не может не ответить на вопрос, а будет ли это вообще рентабельно? Будет ли это зарабатывать? То есть, об этом реально нужно думать в первую очередь. Как вы будете зарабатывать, если все ваши связи с губернаторами, неважно с кем, если они завтра слетят? Ну, то есть, это самый худший вариант. Он наверняка не случится, но он должен быть. И он должен быть просчитан первым. Это то, что вот мне хотелось бы посоветовать. И, ну, и всегда, ну, то есть, как сказать, меня когда спрашивают и говорят нам, сколько баночек вы продаете, а вот это вот все, ну, то есть, чем более мы будем открытыми друг к другу, чем больше мы будем делиться своими знаниями, тем легче нам будет развиваться всем. Я вот только об этом. И вот, ну, то есть, соответственно, самая главная проблема, что вот все социальные предприниматели, слово предприниматель ставят на второй план. В первую очередь они ставят слово «социальные». Сейчас, секундочку. Но это не связано, на самом деле, с предпринимателем. Это связано с отношением государства к этому. Насколько мы выступали, мы говорим, что решаем социальную задачу воспитанному поколению. Они говорят, а сколько вы делаете это бесплатно? Сколько у вас учатся детей бесплатно? Сколько вы делаете бесплатно, бесплатно, бесплатно? А вы на этом еще денег зарабатываете? Так он, ну, а как? Мы закроемся завтра и кирдык нашим детям всем. Вот. Нет, понимаешь, эта идея несется государством. Что если ты социальный предприниматель, ты должен делать все бесплатно. И вот как раз вот задача социальных предпринимателей донести, что ключевое слово «предприниматель» в этой фразе, который решает социальные задачи. Которые вы не решаете. Которые вы не решаете, а они это считают, что они решают. С точки зрения образования они уверены, что они решают. Я, видишь, слава Богу, с государством практически не сталкиваюсь и не хочу. Поэтому мне сложно сказать, что там государство воспитывает. Я все каналы себе перекрыла. Эта информация решила, что я не хочу знать. Поэтому я живу в своем пузырике. И этот пузырик буду спокойненько развивать. Не очень хорошо. Ну, понятно. Но, понимаешь, в пузырике тоже есть отверстие. Понятное дело. Меня бы тут не было, понимаешь. Просто я вот сознательно ограничиваю где-то тот поток информации, который мне лишний. Да. Можно еще вот ремарк? Я просто на своем опыте могу сказать, что еще не всегда люди, которые себя называют социальными предпринимателями, правильно это заметно, они приходят из грантной системы. То есть берут на какой-то проект грант и его реализуют. И у них не хватает знаний и опыта для того, чтобы монетизировать. Вот в этом проблема. То есть не всегда у людей есть такие знания, там, не знаю, финансовых аспектов, чтобы выстроить систему монетизации. Вот это тоже очень важно. И вот этому научиться, вот я не знаю даже, где конкретно в Калининграде можно, да, допустим. Может, стоит привлекать кого-то? А у них ограничения по возрасту. Правильно. Крауслаб. Вот Крауслаб, пожалуй, да. То есть вот здесь еще, то есть какая-то идея, чтобы прописать какую-то, как ты сказала, надо иметь запас финансов, да, человеку надо на что-то жить объективно. Потому что если ходить на основную работу и заниматься этим вечером подходным, тоже это не всегда, ну, это когда-то приходит к этому конец. Поэтому тут очень много аспектов. Я не оправдываю, я просто говорю, что почему так происходит. А ты права, это сильно так происходит. Ну, это просто нужно время. У людей наименьшего сопротивления. Люди получили граждан, его реализовали и все. То есть получили свою зарплату, а дальше же надо как бизнес строить, работать бесплатно какой-то. Тормоз, да. А? На тормоз включать, работать, а они к этому не приводят. Не, ну я бы, да, категорично не приводят. Нет, ну если мы хотели бы дальше. Нет, я имею в виду, которые постоянно у меня работают. Получить Крауслаб тоже работает. Ну да, бумажки написать, это большая работа. Если я небольшую ремарку сделаю, мы вот одна из задач, почему мы начали СИА, ну, с общественного проекта, это не только создать СИА социальных предпринимателей, да, ну, в смысле поморщик. Что создать? Правильно. Поморщик. Вау. Задут. Ну, и мы когда с Маргаритой Гришечкиной это обсуждали, это фонд Калининград, который соорганизатор Калининграда, наша задача была помочь, на самом деле, НКО. Помочь НКО подходить к своей работе более, что ли, технологично. Не выезжать только на том, что мы же делаем доброе дело. А то, что вы его делаете плохо в этом проблеме, то, что вы его делаете неэффективно, то, что вы не используете современный маркетинг, современный менеджмент, современные способы финансирования, в этом серьезная проблема. И да, возможно, вы не станете НКО, к ним обращаюсь, к кому, кто знает, передайте. Возможно, они не станут предпринимателями, то есть не смогут перейти на модель, когда они зарабатывают. Но даже там, где они получают грант, они могут работать намного эффективнее. Поэтому вот передайте наш призыв, обращаться или к Маргарите в Калининград фонд, либо к нам, потому что мы будем делать летом, скорее всего, и осенью, специальные такие семинары, которые помогают немножко изменить отношения тех, кто работает в грантовой сфере, к тому, как они работают. Ну, Максим, тут вопрос еще такой. Работа в грантовой сфере – это работа, в принципе, за зарплату. Большего, большей части. Потому что человек знает, что у него будет грант, что у него будет… Я бы сказал, что 99% работает за зарплату. Ну, вот как раз когда ты начинаешь предпринимательскую деятельность, неизвестно, будет ли у тебя в этом месте зарплата или нет. Зарплата будет у работников, зарплата будет там у кого-то. А будет ли у тебя зарплата, и не придется ли тебе откуда-то вытащить эти деньги и внести не то, что заработать, еще и доплатить за то, что ты работаешь. А, конечно, всегда даже социальным предпринимателям хочется где-то отхватить какой-то грант, чтобы знать, «Хорошо, у меня там вот этот грант я получу, я три месяца смогу выдохнуть, да, может, смогу купить вот тут какую-нибудь флюшечку, ну, что-то улучшить». А когда ты изначально начинаешь с гранта, ты стабилен, ты как будто пришел и поработал где-то 3-4 месяца в классе. Это неправильное отношение к деньгам. Тогда я вот как раз... Ну, как раз нашу задачу, мне дают, что деньги идите. За что ты считаешь, что ты достойна, чтобы эти деньги получить? Чтобы у тебя было стабильно и тебе нужно туда дать? Да. Вы знаете, я как-то немножко, пару лет назад, соприкоснулась с системой отмывок грантов. Случайно. Случайно. Я теперь даже не знаю, вот за что их получать. Я два года был членом комиссии, которая социально ориентированным организациям раздаёт гранты в Калининградской области. Я скажу, что 80% всех заявок, которые там есть, и больше половины которых получили, это не за что. Это те, кто не ориентированы на результат. Это те, кто делают, как Светл Туранов говорит, это сцена шарики-салюты. А проблем не решат. Вот, думаю, я немножко эту тему делаю. Расскажи мне... Расскажи, Кузель, про своё позиционирование для корпоративных клиентов. Насколько я понимаю, вы что-то делаете? Сувениров, подарков делаете, да? Вот мне... Это понятный рынок. Но насколько там важно то, что вы социальные? Грубо говоря, вы эксплуатируете их в корпоративную социальную ответственность? Или всё-таки по сравнению с другими подарками, вполне себе просто хороший подарок? Но мы ни в коем случае корпоративную социальную ответственность не эксплуатируем. Это не так легко, как кажется в Москве. Вот. В первую очередь, наверное, мы всё-таки вкусные. И, наверное, мы можем предложить именно такой брендинг, как они хотят. Да? Ну, то есть, чтобы все понимали, что есть сегмент корпоративных подарков. Это когда какая-нибудь большая компания а-ля Сбербанк решила, что им нужно сделать корпоративные подарки с символикой своего Сбербанка. И эти подарки они дарят партнерам, клиентам или неважно. Этот сегмент он может занимать, то есть обычно это всё попадает на последний квартал года. Это может быть порядка 30% оборота спокойно годового. Вот. Поэтому его никогда не стоит упускать. Когда мы делаем своё предложение, естественно, мы говорим о социальности своего предприятия. Ну и, то есть, я понимаю, что последний год это, ну, очевидная тенденция на социалку в этой сфере есть. То есть, я даже понимаю, что на этот год я, наверное, постараюсь найти ещё какие-то маленькие производства, которые так или иначе помогают обществу. И, может быть, я даже сделаю какую-то общую презентацию, потому что, например, в прошлом году к нам пришёл Сбербанк. Ко мне пришли три агентства, к которым пришёл Сбербанк и сказал, мы хотим только вот этих. При том, что они пришли и сказали, мы хотим только вот этих, потому что. Ну, то есть, поскольку мы вокруг себя воспитываем общество людей неравнодушных и которые, ну, которые так или иначе принимают решения, допустим, за бюджет компании, да, наша задача сделать так, чтобы люди, которые принимают это решение, не тратили этот бюджет туда, где просто идут оборотка денег, где они просто зарабатываются. А наша задача сделать так, чтобы люди, которые принимают эти решения, задумывались о том, какой выхлоп на общество их маркетинговый бюджет, казалось бы, для нас бесполезный, да, может дать. И вот я понимаю, что в прошлом году эта тенденция была, то есть у нас была компания Росатом, у нас был Сбербанк, у нас была компания Ланит. Они все просили обязательно, чтобы помимо брендинга, либо на коробке, либо была открытка, чтобы люди, читая и понимая, что компания Сбербанк подарила мне мед, но этот мед собран там-то, там-то такими-то бабушками. И вот, то есть, для них эта ценность все больше и больше. Абсолютно, то есть, они, либо они делают изначально историю своего подарка такой, что мы заботимся сегодня об обществе, да, либо они пытаются твою маленькую историю встроить во что-то большее, потому что у Сбера это была огромная коробка, где был не только наш мед, там было еще много всяких финтехнических. То есть, вы нашли тебя сами, да? Да, то есть, очень часто, понимаешь, как бы, правила, все люди, которые принимают такие решения, они уже есть. То есть, тебе самое главное правильно до них достучаться. То есть, все крупные клиенты, которые у нас были, то есть, у нас было такое предложение одно. Но мы говорили о том, что, ребята, если вы работаете в крупной компании, вам интересно наше предложение на Новый год за нормальный бюджет, ну, не раздутый, потому что за цену маленькой банки меда ты только ручку можешь купить, не больше. То есть, этот рынок, он в Москве, он очень извращенный, потому что там порой пакет стоит 200 рублей, хотя его себестоимость 10, понимаешь? И поэтому, соответственно, мы старались дать нормальные цены, чтобы люди в маркетинге понимали, ну, ничего себе, мы можем заказать в два раза больше меда, чем вот этих несчастных ручек, а этот мед еще и плюс дает, да? И поэтому... Вы расставали, да, коммерческие предложения? То есть, у нас два варианта работы было. То есть, первый вариант был, мы сказали, ребят, кто заинтересован, пожалуйста, заполняем анкету, мы отправляем вам бесплатно пробники, мы отправляем вам коммерческое предложение на почту и готовы, как бы, приходить и разговаривать. По такой модели, когда мы фактически дали людям абсолютно незнакомым из разных компаний, из разных городов попробовать, да, мы потестили. Из разряда, что я выложила, наверное, в это все, во все вот эти бесплатные наборы, вот это все обслуживание, трам-пам-пам, наверное, тысяч 20-30 мы потратили на то, чтобы охватить определенный круг людей, да? Из этого круга людей, которые мы охватили, там, может, было порядка 100 компаний, которые оставили заявку. Общий поток денег, который пришел, это было порядка 700 тысяч рублей. Вот, соответственно, еще примерно 2 миллиона 300 к нам пришло. Это были как раз люди, которые либо наши спонсоры, которые работают в крупных компаниях и просто привели свою компанию за руку к нам, да? Либо это были люди, которые как-то сами узнали историю. То есть вот история с бесплатными пробниками, она работает, да, но я поняла, что она не работает для регионов, потому что мы много сил потратили на то, чтобы отправить это, там, Чебоксары, Казань или еще что-то. Они просто едят мед и как бы им плевать. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Ну, Т, да. Вот, соответственно, ну, то есть Москва, Петербург, такая система работает. То есть люди более ответственно относятся к твоей работе самой по себе. И то есть они не будут оставлять тебе заявку, если им реально это неинтересно. А регионы будут. Просто потому что там как бы дают бесплатно. Поэтому я поняла, что на этот год, к сожалению, либо я буду давать, и когда люди пришли по рекомендации, бесплатные пробники, потому что мы не экономили на этом, там реально можно мед пожрать, извините, и чай попить. Ну, то есть моя задача не была дать вот столько, чтобы тебе было там на один мизинец. Задача была, чтобы ты с лоркой чай попил. И поэтому, то есть регионам в этом году либо мы придумываем какую-то систему по рекомендации, то есть либо это филиал какой-то крупной компании, то есть как-то мы будем это дело ограничивать, потому что вот я поняла, что там пузыри надувать еще рано. Ну, то есть еще года три, тогда можно будет. Да, да, надо еще работать. Вот. Примерно так. Еще у меня вопрос связан с твоей публичной ролью. Угу. У меня ощущение, может быть, оно неправильно, что там половину, если не больше маркетинга, ты производишь просто лекаря, рассказывая, улыбаясь. В общем, как будешь лицом? Насколько это правда? Раз, правильно ли я понимаю. И второе, как ты считаешь, это для всех эффективный способ или нет? Вообще надо ли о себе говорить или можно достать коммуническое предложение о долге от молодежи? Ты знаешь, мне очень сложно говорить за всех. Я действительно торгую лицом, только я не считаю, что это корректно, да? Потому что... Лицо уже? Действительно, очень много спонсоров и людей, которые неравнодушны. Называется, санификация, подсказывают мне выпускники. А? Тебя выпускники уже учат. Вот. Действительно, очень важно, когда у проекта есть лицо. Просто я понимаю, поскольку ты производишь продукт, людям очень важно иметь какое-то лицо, которое можно набить. Ну, то есть я же не всегда срываю аплодисменты. Я всегда готова, как бы, ответить за все, что я делаю. Вплоть до того, что если у меня этикетка кверх ногами на банке наклеена, но я-то ее не клею, сами понимаете, да? Но я за это отвечаю. И то есть эта роль, она, с одной стороны, я получаю очень много удовольствия от того, что в большинстве своем люди суперадекватные, с ними интересно общаться. Я очень многого узнаю, ну, как бы, от вас, о вас и вообще о жизни, да? Но, с другой стороны, она порой бывает и неприятной, потому что, ну, бывают и всякие минусы, которые в моей работе тоже есть, да? Но вот, когда ты что-то производишь, лучше, чтобы, как бы, было лицо для битья. Потому что, я опять же говорю, общество сегодня настроено так, что им нужно, чтобы был тот человек, к кому они конкретно придут и скажут, Гузель, у тебя проблема. И вот я все эти проблемы стараюсь решать или как-то пытаюсь выяснить, да? И я понимаю, что, когда бывают какие-то нарекания, они мне нужны тоже. То есть, это бывает неприятно, но они мне нужны, чтобы стать лучше. Стать лучше, чем другие. И поэтому, если у вас такой бизнес, где вы понимаете, что лично человек, там, какой-то лидер, он должен быть, пусть он будет. Ну, то есть, сегодня, опять же, я понимаю даже, не только на примере своего меда. Я понимаю, что у нас общество так устроено, и вообще народ в целом такой, что им очень важно, чтобы был какой-то лидер, за которым они следом пойдут. То есть, я это поняла на своих краудфандингах. Я поняла, что я раньше, у меня было какое ощущение? Люди в Москве злые. Я в Калининград что вообще уехала? Я ненавидела Москву. Я после Екатеринбурга, я уехала, я уехала в Калининград. А почему не в Екатеринбург? Мне хотелось чего-то нового. Мне хотелось на море жить, в конце концов. Ну, как бы, одно дело, что у меня такой вот случай предоставился, я сказала, да, еду. Я взяла и приехала, да. Когда я начала заниматься всем этим, я поняла, что вообще мир такой классный. Я, знаешь, я забыла, что ты меня спросила. То, что люди были злые? А, вот, и у меня было полное ощущение, что люди злые, люди торопятся, люди пихаются локтями и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда я начала заниматься, когда пошли эти все краудфандинги, когда я начала общаться с людьми, я поняла, что просто никто не подходит к человеку, не берет за руку, не говорит, чувак, улыбнись ты, наконец, у нас все хорошо. Ну, то есть, вот, ты сидишь сегодня в офисе, ты ноешь в фейсбучике, что все плохо, что Путин козел или неважно кто, да, но ведь по сути-то руки и ноги у тебя есть, зарплата у тебя есть. У тебя просто в башке нет определенной схемы, по которой ты будешь чувствовать себя нужным и делающим какой-то положительный эффект. Ведь для москвичей какая большая проблема, очень многие люди работают так в крупных компаниях, в коммерческих компаниях, они понимают, что они зарабатывают деньги для какого-то там дяди или для каких-то акционеров, и у них нету абсолютного ощущения, ну, то есть, в какой-то момент каждый к этому приходит, как у меня в САПе было. Я ушла оттуда просто потому, что я поняла, что я не делаю ничего вообще хорошего, то есть, меня тошнило от этого, я поняла, что да, окей, у меня хорошая зарплата, соцпакет там, но я ничего полезного не делаю. И вот эта вот боль, она реально, вот болевая точка, она есть. И я на эту точку смогла людям надавить, потому что я сказала, ребята, вот я, я за это отвечаю, я отвечаю за ваши деньги, но я вам могу вот эту точку сейчас, я вам дам кнопочку, на которую можно нажать, и вам легче станет. То есть, соответственно, я ему эту кнопочку посредством краудфандинга дала, понимаешь, то есть, все спонсоры, которые сидят, то есть, я понимаю, что все это люди, они так или иначе связаны с какой-то офисной работой, и зарабатыванием денег не себе скорее, да, и то есть, у них у всех есть какая-то боль, что я ничего не делаю, а деревни умирают, и вообще мир, жизнь проходит мимо. И поэтому, как бы, пришла такая я и сказала, ребят, я могу вам помочь. И то есть, с одной стороны, меня вот папа, он очень сильно иногда ругает и говорит, что ты слишком говоришь я. Я говорю, папа, понимаешь, если я сегодня не буду говорить я могу, вполне возможно, что мы ничего не сможем. Ну, то есть, просто у нас так общество воспитано, что, возможно, нам просто сегодня нужно встать, не бояться и сказать, я могу. И то есть, моя задача очень часто состоит в том, чтобы прийти и показать, что у меня на вид 14, но я-то могу. А вы все еще думаете, а вы можете больше. Просто вы сидите и боитесь. Ну, то есть, самая главная задача вот такого лидера, наверное, у проекта, он показать своим примером, что бояться-то не надо. И поэтому, есть возможность, пусть такой лидер будет. Но этому лидеру будет нелегко, сразу скажу. Я ответила на твой вопрос? Хорошо. А бабушки там у вас какие зарплаты получают? Как-то увеличилось их? Зарплата увеличилась, честно скажу. Они работают у нас 5 дней в неделю, у них 7-часовой рабочий день. Соответственно, сначала у них взвела зарплата в районе 10 или 11 тысяч. Я, поскольку человек, который сидит на доходах, я не всегда знаю все расходы. Вот, и сейчас, насколько я знаю, зарплата там порядка 13-13,5 тысяч рублей. Для сравнения, пенсия там 7 тысяч рублей, неважно, что говорят у нас в государстве. Пенсии там маленькие, и люди, которые работают, например, в магазине «Березка», до которого ехать еще 20 километров, они получают 7 тысяч рублей за такой же рабочий день. Поэтому, так вот уж случилось, что наша зарплата, она сейчас реально крутая. И то есть, у нас действительно, если мы крикнем клич, у нас будет стоять очередь, и мы еще выбирать будем, кто пойдет к нам работать. Ну, а поскольку мы этого не делаем, мы стараемся как-то подбирать людей по знакомству, по рекомендации, чтобы всем было комфортно. То есть, задача сделать такой коллектив, чтобы это была одна большая семья. А люди, вот, в таких маленьких городах и регионах, они же зачастую, ну, то есть, для них деньги все решают. Им все равно что. Для них все решают деньги, к сожалению. Это государство так сделало, да? Но вот нам нужно, вот, мы по-другому немножечко подходим к этому вопросу. У нас на первой встрече встал вопрос, зарплата или пенсия. Вот, сейчас же такой, ну, такой закон, связанный с тем, что ты либо работаешь и получаешь зарплату, либо ты пенсионер и получаешь пенсию. Вот вы как с этим? Ну, мы их просто не оформляем. Я сейчас вам говорю, как бы, реально ситуацию, за которой у меня недавно, ну, очень сильно в Impact Hub был разговор на тему, боже мой, микрофинансирования. Вот, то есть, меня спросили, ну, у вас же столько бабушек. Как вы их оформляете? Что они, они же пенсию получать не будут. Я говорю, а вы понимаете, что, ну, как бы, я, во-первых, в своем уме, потому что я понимаю, что я не хочу их всех оформлять, просто потому что все взносы ПФР, ФСС на тебя, как налоговую агенду, там они такие, что ты просто можешь, в принципе, ничего не делать. Мало того, что по закону они не могут меня обязать оформить всех работников, которые собирают ягодки, потому что я могу этого не делать. Это сдельная оплата труда, я могу с ними не заключать никакой договор. Я это не буду делать до последнего, пока у меня есть такая возможность. Точно так же с людьми в цехе. То есть чисто в теории я могу их оформить нормально, на работу со всеми отчислениями, встает вопрос, что там вот что-то с пенсией будет происходить. Сам понимаешь, никто все скажет, зачем мне это надо. Деньги, конечно, хорошие, но зачем? Ну, то есть наше счастье пока что в том, что нас никто еще не пришел и не попросил. Сейчас у нас работает 6 человек постоянно в цехе. То есть здесь мы считаем, это трое мужчин, включая моего отца, и трое женщин, включая моего бабушку. Соответственно, летом будет порядка 30-40 человек, кто будет ягодки собирать. Это уже сложно спрогнозировать, потому что зачастую сейчас уже приезжают люди из других деревень, которые возят своих там 5 бабушек, а тебе привозят уже только ягодки литрами, и ты только успевай их. Ну, как раз у 20-го числа поедем в Питер выбирать сушильные машины. Пора. У нас есть такая возможность, вообще без проблем, я в июне сама буду встречать первых туристов, пожалуйста. Хотите, садитесь на поезд из Москвы, 22 часа приезжайте, буду рада. Мы сейчас просто делаем ремонт, поскольку, когда мы строили Свердловская область, город Краснуфимск, до туда ходит поезд, это 30 километров, либо летом до Екатеринбурга, а там еще 200. Но на поезде комфортнее. Ну, а же зато высыпаешься отлично, пока из Москвы едешь. И мы сейчас... А? Пиши-раза, пиши, еще до конца. На минуточку расстояние, это дальше, тут все границы. Границы с Юдором. Можно еще вопрос про спонсорские взносы? Да. И кому-нибудь немножко... Вот, например, банк в 10450 рублей, правильно? Человек платит 4500, он подписывается на 10 банок? То есть банками меряется взнос? Или он может сказать, я вам плачу 10 тысяч, дайте мне одну баночку? Это вы меня спрашиваете сейчас про краудфандинг, правильно? Да. Во-первых, там всегда есть справа список, там перечислены все баночки, которые тебе нравятся. По цене? Да, да. Типа 1500 и более, 3000 и более. То есть человек, он может выбрать одну банку, а положите 10 тысяч. Ага. То есть там... То есть у нас есть спонсор, который внес в проект 300 тысяч рублей. Ага. Ну, то есть это... За одну флягу меда? Вообще за одну флягу меда, но мед он до сих пор не получал, потому что живет в Швейцарии. Ну, то есть я все жду, когда он приедет в Россию, просто это знатный такой спонсор. И он очень много реально социальных проектов именно на площадке Boomstarter спонсирует. То есть я точно знаю, что он помогал ребятам из Сочи, они построили детскую площадку. Он помогал в Пермской области, там была кроличья ферма, там что-то строить. И вот, соответственно, он нам помогал собирать деньги на цех тоже. Супер, спасибо вообще. Еще вопрос насчет масштабируемости. Говоришь, что 3-4 раза в день приходят письма о коммерческом предложении сотрудничества. Вы планируете это увеличить количество этих деревень, которые поддерживают? То есть первый мой опыт, я надеюсь, что он случится в этом году. В этом бизнесе есть определенные тонкие моменты, которые ты должен контролировать. Соответственно, просто взять и продавать франшизу, это не моя история, я не хочу этого делать. Мало того, что, понимаешь, как только я начну продавать франшизу, весь мой социальный бизнес в глазах людей во что превратится? Качество упадет железное, это однозначно. Поэтому мы сейчас планируем сделать в Архангельской области, поскольку у них очень дешевые ягоды. То есть у них брусника, клюква и черника, у них литр стоит порядка 50 рублей. То есть люди за 50 рублей его сдают. Надо посчитать, да, что ягодки усыхают в 10 раз. Ну, то есть там вот это все хорошая такая экономика. То есть есть разница, заготавливаешь ты, допустим, за 200 рублей литр или за 50. И, соответственно, мы хотим поставить им, либо мы поставим свое оборудование, на которое когда-то деньги на вовом стартере собирали. То есть нам очень важно сейчас, чтобы они заготавливали для нас ягодки, но заготавливали по нашему стандарту. Потому что есть определенный уровень влажности, который подходит для меда. Больше не подходит, меньше тоже плохо будет, невкусно. Вот, соответственно, мы сейчас посмотрим, как лучше поступить. Может быть, мы купим для них новые машины, наоборот, поставим для них, как-то вот будем контролить качество. Ну, то есть в первую очередь я вижу, что будут появляться какие-то заготовительные конторы, которые будут, возможно, делать какой-то свой продукт. В Архангельской области, например, они делают иван-чай, да? То есть для них это может быть как дополнительный сегмент просто оборотных средств. То есть ты попутно принял ягоды, закинул, они там сушатся, ты дальше своими делами занимаешься, как вариант, да? То есть это будут заготовительные конторы. Если говорить про мед, именно, да, мы могли бы закупать мед во всех регионах России. Но мы этого сознательно делать не будем по одной простой причине, потому что так делают все. То есть если ты приходишь на ярмарку, там продается 15 видов меда, я вам гарантию даю, что ни один из 15 этот человек не производит. У нормального пчеловода 2-3 вида меда больше не бывает. Соответственно, как только появляется больше, это уже вопрос, где он их берет, да? И, соответственно, все наши конкуренты, они мед закупают, они мед не производят. У нас сейчас такая ситуация, что мы мед производим, и нам его не хватает, остро. Соответственно, мой план такой, что в ближайшие пару-тройку лет задача сделать пчеловодческий кооператив именно в той деревне и объединить всех пчеловодов, которые в округе живут. Соответственно, в обмен на то, что они, ну, то есть мы им гарантируем сбыт. То есть мы просто для себя, ну, то есть поскольку мы не так долго существуем, чтобы анализировать какие-то данные, да, я смотрю по прошлому году, понимаю, что нам нужно там определенное количество тонн меда, у нас его только не будет железно, да? И то есть ты ищешь пути, как это делать. Соответственно, мы хотим взять в аренду там 200-300 гектаров, посмотрим, сколько это возможно. Знаете, кстати, сколько стоит 120 гектаров в черте города Краснофимска с подведенным газом и возможностью строительства? Нам они не подходят, потому что это город, но все же. Ну, подгадайте, сколько тысяч рублей в год это стоит? 50? 1000? 12. 12? Круто, аренда. Круто. А я говорю, мне мэр говорит, не хотите взять? Я говорю, нет, не хочу. Он говорит, и вот никто не хочет. Я говорю, а почему? Потому что есть дешевле. Можно за 8 взять 120 гектаров. 8 тысяч рублей в год за все, не за гектар. Поэтому, в общем, задача такая, чтобы взять просто землю в долгосрочную аренду, засевать это все медоносами, которые подходят нам. Опять же, тебе никто не скажет, какой медонос лучше всего подходит. То есть, это все методом проб и ошибок. Наша большая проблема в том, что никто опытом не делится. И ни у кого его такого, фактически такого масштабного нет. То есть, все живут на том, что вокруг кто-то делает, кто-то засевает и кто-то вывозит в это поле пасеку. Понимаешь, у нас задача сделать так, чтобы мы выбрали именно то и производили именно тот мед, который нам нужен. Поэтому это немножко нелегко, но все же я вижу, что это случится в ближайшие 2-3 года. По крайней мере, мой папа упирается. До последнего будет упираться, но мы это сделаем. А мама не хочет к нему? Маму я заставляю. Я надеюсь, что она уже к осени переедет. Ну, мама просто, очевидно, не понимает некоторых вещей, которые есть там. Ну, то есть, они же у меня очень городские. То есть, у меня и мама, и папа всю жизнь в городе прожили. И для папы это всегда было моральное испытание в деревне. Это сейчас у него уже есть работа, он понимает, что, слава богу, то есть, в этом году он закрыл свой бизнес с магазином одежды, теперь он занимается только медом. И то есть, сейчас, занимаясь этим, он понимает, какую же крутую штуку мы придумали. Ну, то есть... А папу как туда вынесла? Ну, получается, мама была в Екатерине. Все началось с того, что у него папа, соответственно, мой дедушка, он сердечник. И в какой-то момент дедушке было очень плохо, и папа говорит, давайте мы перевезем вас вместе с пасекой, то есть, он хотел перевезти своих родителей в эту деревню. Они приехали на полтора года, но больше не вынесли, сказали, мы уедем обратно в квартиру, потому что, ну, потому что тут ничего не устроено. Но там не было ничего. То есть, даже скважины поначалу не было, потому что на все нужны деньги, у моих родителей нет денег. Ну, то есть, откуда они там? Ну, для них 300 тысяч рублей это очень огромные деньги. Я понимаю, что эти деньги вполне себе можно заработать. Ну, в общем, это просто понимание того. И, в общем, в какой-то момент, когда моему дедушке было уже нехорошо с сердцем, он сказал, я уезжаю, оставляю эту пасеку тебе. Это твое наследство, сказал дедушка. Мы очень смеялись, потому что у папы есть младший брат. У того наследства было покруче. Это было как в сказке, помните, да? Там про мельница, кота в сапогах. Вот у меня папа остался с пчелами. Вот, и самое главное, поскольку это дело отца, ты не можешь их никуда убить. И у меня папа оказался сидящим на двух стульях. У тебя есть жена и семья в городе. Есть бизнес, который на тот момент еще хоть как-то шел. И у тебя вот есть какие-то пчелы, которые в деревне. И ты вообще не понимаешь, что тебе делать. Вот так это все и началось. Это было очень забавно. И сейчас это забавно. А самое забавное, знаете что? Что у меня папа умудрился случайно купить именно тот дом и тот участок, где когда-то стояла старая баня, в которой родилась его теща. Поэтому, когда это все случилось, поэтому у нас сейчас очень прочный симбиоз бабушки в очках, потому что она реально на старый след вернулась в ту деревню, где когда-то родилась, из которой когда-то сбежала. Там была большая история любви. И, в общем, эта история любви тоже живая и тоже живет в этой деревне. Там своя Санта-Барбара. С целью какой? Ну, задача расширения, скажем так, влияния рынка стоит у всех, да, в тебя в том числе. И именно с этой целью, взаимопомощь для того, чтобы расширить и эффект по продвижению, твой эффект. Понимаешь, что это происходит? Еще ни одного такого сотрудничества не было, потому что слово сотрудничество понимается по-разному у всех. И я не расценивала какие-то такие предложения, как нормальное сотрудничество. Бывает такое, что мы иногда работаем под СТМ, когда мы производим мед, но производим под чью-то торговую марку. Просто кому-то нужен хороший продукт, но у него есть бренд, который он хочет развивать сам, и нас никак не хочет упоминать. То есть по такой системе мы работаем. А чтобы вот прям ко-брендинг, чтобы это был мед Коккабелла и еще кто-то там, такого еще не было. Никто ничего такого не предложил, чтобы нам было это интересно. Или, например, вот то, что Сбербанк собрал одну коробочку похожего направления подарки, да, там мед, еще что-то, что-то. Например, событийная история. Собрать. Такую же коробочку на Новый год для розничных клиентов. В какой-то виде мероприятия или какого-то проекта? Здесь нужно, ну, как бы, как тебе сказать, понимать конечную цель. Ну, то есть у меня ее не стояло, поэтому как-то никто, не могу сказать, что кто-то приходил с таким предложением, ну, прям адекватным, поэтому как-то я об этом не думала. То есть, понимаешь, как сказать, история, это поделиться легко. Вопрос только потом, как она трансформируется. Ну, то есть я же вынуждена думать не о том сотрудничестве, которое у нас случится, например, с тобой сейчас. Я вынуждена подумать о том, что случится послезавтра. Ну, то есть как ты эту историю можешь дальше развернуть, когда меня рядом стоять не будет. Поэтому очень часто, ну, если что-то такое бывает, то есть я скорее отказываю. Ну, может быть, еще просто времени пришло, когда кто-то придет, кто будет интереснее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.